друзья с вами андрей доброго всем времени суток сегодня у нас уже в воскресенье 22 2021 года вчера к сожалению как вечером уснул в общем и только сегодня с утра проснулся нельзя вечером прикладываться укладываться то в общем короче потом ночных стримчиков как говорится не видать сейчас раненькое утро как видите у меня вообще 8 утра еще только-только доходит очень просыпайтесь если у кого есть какие интересные предложения поиграть может быть мимо rpg какой нибудь совместно там и стримов или еще что-нибудь в общем буду рад предлагайте рассмотрю варианты но есть там кое-что интересного запланировал так с утреца сегодня stalker но потом я передохну в обед и ближе к вечеру там уже надеюсь и не усну ну по крайней мере запланировал что нет вроде как выспался 12 часов поспал возможно в dark souls продолжим 0 starcraft пока еще не знаю не решил так стримчики на твиче всех благодарю конечно же за поддержку на ю тубе за лайки ваши подтягивайтесь будем начинать так сейчас я проверю твич у меня запустился лет верю твич у меня до твичу да ё-моё отвечу так блин то что такое браузер мешали до твич запустился смена качества есть очень с мобильных устройств к слабенький интернет подтягивайтесь меняйте качество так сегодня поднял чутка разрешение стрима теперь не 720p а но вот это разрешение сейчас его в интернете все хайпят что довольно таки хорошая это которая 1600 на 900 ну пока там чуть выше 936 и плюс здесь фпс посмотрим должно вроде как улучшить картинку надеюсь лагов не будет воскресенье хотя я думаю сейчас 130 вряд ли а вот ближе к обеду блин много будет стримов как обычно сервера все-таки твич далековато европе блин ждем запустили бы уже в россии сервера и не было бы проблем так ну что погнали в общем пытался я на гуглить момент остановились мы там где у нас лесник в общем по заданию там с ним да вон прошлый раз нам там предвиделся куда-то и в общем тут у нас есть к нему недоверие какое-то но я думаю короче нету нигде я там как этот класс решается так или так что это дает тоже я не нашел короче ну все по-разному отвечают поэтому я думаю тоже агриться с ним особо и и и и не бы и не будем брать я видеть военный лесник что ты делал на янтаре о чем ты говоришь меня там не было ты был на янтаре после разговора с тобой меня будто по голове ударила ты говорил о каком-то выжигатель и мозгов ты что лишнюю веселую таблетку сахарова выключил ты бы с этим завязывал парень не знаю но сахаров меня и на задание на завод по пси поле посылал и таблетками пичкал тогда могу быть прав людям они такие вещи последней их них таблеток мерещатся а тут еще все поле ведь им тут можно недоверие выразить ну давайте ладно короче поверим типа леснику что типа его там не было да наверное галлюцинация после все излучения не ходил бы ты туда больше парень опасно же это дело сам видишь что излучение утворяет живыми на днях нам притащили одного из такого бредил все лечить его нечем сахаров один парниша пошел за лекарствами так то тронувшись взял застрелился mail нееносно пистолет заныкал за пазухой даже никто моргнуть не успел жаль его ну задание выполнено жуткая история но она пошел я если что за вере мой дороге тебе парень но вроде как бы заявляют еще в интернете да что в общем тут такая тема мы же отправились из 2048 года в 2014 года на машине времени и получается как бы что лесник который был это был из будущего короче как-то в общем как-то так ладно что нам дальше по заданиям значит нам для лесника надо найти лекарство от трака а дальше мы отправимся в бар я сделал все то о чем говорил сахаров теперь он сообщил обо мне в лаборатории на территории бар и я смогу спокойно туда отправляться искать каланчук короче дальше нам нужно в бар отправляться так бар у нас да бар у нас здесь так да короче нам надо в бар закаланчу искать так как нам пройти в бар у у нас два варианта короче так мы находимся здесь так можем пойти через вот эту тему можем конечно срезать блин срезать то вот непонятно так на янтарь на армейские склады на лиманск да можем короче через наверное янтарь до попробовать срезать из янтаря прямо сюда на завод росток можем через армейские склады ну там хз что творится тут еще куча тайников давайте сначала в бар короче да давайте через янтарь короче срежем уж так и кого знают что там чё почем так надо броню бы на выпают по пути бы выкинуть так здесь мы еще наверное а нет здесь ничего не будем оставлять хотя нет мужик и оружие это спрячь листик леснику мы еще вернемся поэтому вот эти тяжелые патроны пока выложим пусть они остаются брони надо только выкинуть будет по пути так время у нас 9 утра игровое поэтому светло все хорошо так надо святой водицы попить чтобы бегать можно было более меня дольше так вот здесь я складирую в общем у трупах с самого первого дали куча всякого барахла у меня которую не нужно не продается так броню укладываем так информация о схроне на интере зак в будке где-то там да так в лиманский еще у нас появился я соблю там схрончик так ладно побежали люди 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 топли ну как же так то ну ну косяк а ладно сейчас по-быстрому полечусь ну не полечусь а починю броню сначала оружие срок прибери тогда боли на они не 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 сильно цепанула так давайте допьем короче водицу и побежали водицу надо пить после полного восстановления так самое главное здесь нам сейчас не косичь ночь не попасть ни в какие аномалии были еще псевдопсы эти долбаные так вижу впереди аномалия погодка светлая хорошо сколько здесь листусь а к разным тихо 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 так я правильно бегу да правильно чуть правее так где-то здесь есть должен быть выход полин делом слева где-то справа нет справа так куда нам сюда пока у долговцев делать нечего болен собаки на появлялись прошлый раз мы вроде как гасанули можно было бы конечно через для армейские склады пойти но я думаю в баре наверное нас туда отправят потом армейские склады поэтому пойдемте чуть-чуть через янтарь это будет побыстрее да и ближе у нас уже пять человек чатике ничего совсем привет ребята там присоединяется на стрим так ну да я надеюсь что вот отсюда можно будет на завод росток отсюда мы прибежим вот сюда в бар я думаю да давайте по пути заберем рюкзак будки так здесь мы с вами кучу зомбаков перестреляли интересно на появлялись они и снова или нет да проще наверное будет тут по верху пойти мы отключили кстати все поле в прошлый раз ну как отключили взорвали короче все там всю эту тему стрелок в общем 2012 году отключал да но как видим она снова тут все пона включалась а в моде решили сделать так всего к ядрени фени взорвать но здесь у нас появился этот какого галлюцинатор так а неплохо неплохо так все ладно уходим так я понимаю где-то здесь на дорогах еще неизвестно что в этом моде на ростоке будет происходить ну что играя первый раз я даже не знаю что там но очень посмотрим что были на встаешь то помню вроде как бандиты были но если брать по оригинальной игре на заводе росток может быть еще какие-то квесты появятся тоже непонятно может монолитовцы там будут как вариант задание обновлено разыскать профессора каланчу да мы здесь а смотрите там и кстати появились а база долго стройка вот в бар ремонтная площадка заброшенный корпус мы сразу появились здесь даже не на этой локации то есть а что это локацию вырезали получается так ну ладно пойдемте разбираться то здесь я сейчас по любому баре музыка это будем какая-нибудь да и не только да он уже кругом играет блин и здесь эта музыка и выключить наверное никак нельзя да так началось блин то чтобы мне не очень хотелось дорожная платформа а тут маленько локацию переделали да то есть это было начало в оригинале а помню помню смотрю здесь уже ходят всякие нам нейтральные да переделали локацию ничего себе как круто нормально замутили нормально здесь же у нас этот если помним арена там есть не есть если есть то обязательно попробуем со временем поиграть да смотрите тут много на самом деле кто ходит локацию прямо еще переделали сильно так территория долго ну давайте зайдем поговорим так оружие-то уберем здорово привет сталкер долг хорошо к нам да сержантка лонтарь подскажи мне насчет одного дела спрашиваю кто бы нам мог предложить работу пообщайся с посетителями бара у многих найдут свои проблемы и заботы поможешь людям и тебе помогут понятно что нового зоне знаешь а хрен его знает только гонять на стали вдвое против прежнего то отцепление то зачистка вояк тоже за не стал на порядок больше ясно так но в принципе у них всех одни и те же диалоги да если как бы нету доб диалогов то наверно вряд ли и плюс надо разговаривать с более главным иди своей дорогой стал понятно рядовой гео георгов чё-то с ним как-то поговорить нельзя в общем нас предупредили что нехер то тут это стволом то размахивать да так база долго тут смотрите сколько у них тут и ремонтники есть и техники и торговец и личный ящик место сна здесь так это сам где-то вход в бар здесь ладно давайте разбираться до переделали локацию долг пойдемте с долговцем так воронин туда у нас должен быть так близко ланчу найти надо список заданий я пришел на завод росток стоит поспрашивать место где может находиться профессор каланча или ученый либо искать же лабораторный комплекс так смотрите у них тут немаленькая локация привет здорово брат то нового зоне знаешь ты слышал что про алиманский заповедник края муха что-то уловил что что-то учащую зловеще мол все кто идет туда просто пропадает и дело далеко не мутантах а человека потом чего не остается куда он пропадает а черт и узнает да это уже было так слушаю тебя ну давайте вот начнем вот с того техника или кто там у нас машине задание нам какой есть торговец пар так 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 походу техник какой-то до часики такие у него прикольно висят каишки здорово так только по фургон я починить или проапгрейдить у меня к тебе пара вопросов думаешь свободу уши нашел но спрашивать умнешься расскажи о себе чего-нибудь независимость я очень ценю потому всегда был сам по себе и только на себя работал я знаешь со многими в зоне пересекался но как по мне сталкеры самое но ну как сказать нормально они понимаешь без этих дурацких заморочек с кодексами правилами как она есть других группировках например в том же долге где за любую стопку тебя по трибунал отдадут прямо как строевой части солдаты блин еще лучше свобода по своей глупой идее сохранить зону вот таким надо быть идиотом чтобы о смертельных аномалиях упырях и к кадаврах видеть какое-то счастье и спасение понятно что ты думаешь делать о умеешь делать но примочек модных или каких-то навороченных штук ты от меня не жди однако и сомневаться тоже не надо котелок у меня пока варит а руки из правильного места растут все что те жизнь может спасти и кошелек облегчить еще все умею часть всего оружия броню рекоментировать если нужны а инструмент появится такой лучше что вы пушку либо снарягу смогу если хочешь узнать чем именно я занимаюсь глянем в апгрейды думы разберешься расскажи что не поинтересно и интересно говоришь ничего не слыхал про группировку или даже секту грех расскажу эти про этих ненормальных а здесь значит и грех есть моде да они это результат либо каких-то экспериментов либо просто полума полумутировавшие люди оставшиеся здесь после катастрофы 2006 ник давно уже встречали но в основном ночью в группе так на агропроме когда я был там подземелье есть смотрю не понимаю тут трое один в экипировке долговцев другой в герпировке свободовцев 3 вообще в костюме монолита не понимаю что за маскарад тут меня осенило а не эти грешники тогдашний лидер сталкеров арест земли ему пухом рассказывал что это секта фанатиков убийц убивают всех кого видят уже бандитов а после того как убьют считают высшей доблестью надеть экипировку убитого вот такие вот сатанисты понятно так если тем нужны инструменты я могу для тебя добыть да у нее есть задание по поиску инструментов но пока я его брать не буду чтобы она мне не мешало заданиях но когда инструменты мы найдем то мы к ним подойдем и это предложим так диспетчерская давайте поговорим может задание какие здесь новые наберем здорово здравствуй наверное все то же самое кто бы мог предложить работу тут бармен заведую своим баром как ни странно поговорить с ними с паре зарез нужен деньги или еще чего так где я могу найти ученых я мало чего знаю лучше поговорить с барменом он баром тут заведует внизу дорогу сам найдешь а поговорить за этой барменом задание обновлено обновлено ага ладно что нового зоне знаешь кто-то опять говорят через выжигатель под пробиться пытался но с концами ясно дело каранты человека ты мозговый зажигатель не слышал да ты чё мужик это же вообще более главное жупел на всей окрестности одна беда только ужас это про него болтает правда в основном так ясно короче поговорить с барменом да мне рассказали что на территории барала лабораторию комплекса мне поможет поведать бармен так хорошо то у нас здесь хочешь узнать правду о зоне представь себе я тоже давай делиться информацией а зулус ты знакомый а это из зова припяти точно из зова припяти чего юне так ты просто как кажешь сержант ратань привет stalker так работа есть какая тоже говорит с посетителями бара пообщайся так понятно так зулуса я помню приставки по какому делу так мне нужны услуги проводника куда тебя отвезти а короче он это смотрите в рыжий лес водит лиманск лагерь короче он перепели теперь он это да ладно но он и был им кстати у меня кого пара вопросов те задавай ты кто мое прозвище зулус хоть я и долго весну я считаю себя по жизни одиночкой я очень долго колебался остаться мне группировки либо же пополнить ряды одиночек но пока решил что останутся должником я был одним из первых долги кто видел припять после отключения выжигателя мы все думали что он снова не заработает вот так когда мы с парнями вновь решили двигаться в этот город смерти выжигатель вновь включился мы чуть рассудка не лишились еле вернулись живыми назад на базу после того дальних вылазок не совершали понятно так все я понял что ты можешь сказать полезного я глубоко зоны давно не видел последнее время больше виду сидячий образ жизни так сказать ну в общем я слыхал что недалеко от рыжего леса артефакт один чудный нашли мол все раны лечит даже от рака вылечен кто-то собирался догнать его бармену за приличную сумму но так и не донес хотя он вроде бы дошел до завода но куда-то пропало куда неизвестно может убили а может резко передумал так а нам этот артефакта нужен да так но ясно зулс короче у нас проводник да да старый знакомый долговцы у нас сюда здесь я смотрю где-то 50 здание так сейчас карта разберемся где у них тут ходы выхода долг так сержант кондратенко не будем а помните эту яму нифига не тут переделали как все интересно довольно таки вообще все переделали так этот короче все в бар отправляю на до переделали локацию довольно сделали круто о патрончики здесь заберем они нам пригодятся у автомат здесь у нас ничего себе ладно продадим наверное так нашли таки у долговцы тут об автомате взяли до чего расскажешь хорошего чего дружище у тебя тут так тоже ничего так время дорога так ящик тут я так понимаю можем спать понятно так это у нас кто о о елки бардак и проходной двор кто пустил допустил да сам вошел дружище так чё те это у нас иванцов а старый знакомый так давай ближе где вы чего тебе у меня к тебе пара вопросов быстрее давай занят расскажи о себе что-нибудь нашел время спрашивать комендант долго я слежу за порядком и дисциплиной чтобы такие болтыны как ты по базе не шастали что думаешь о долге а скоро конец группировки придет я так чувствую долг я ценю уважаю но сдерживаться содержит сдержанная политика воронина совершенно неправильная группировка редеет и причина тому не ослабление позиции долга а понимание многим того что борьба между долгом свобода бессмысленно многие раньше видели борьбу со свободой как борьбу зоны а теперь когда открытых конфликтов почти нет из группы ушли уже многие ветераны а новые неохотно прибывают на долгу лично я буду уверен до конца буду долговцам до конца своих дней понятно иванцов старые знакомы так тут у нас ну чего-то ну здорово врач здорово короче вся бригада павлов вместе из зова припяти так игра по моему вылетела до вылетела игра блин ну и просто не не сдержала у моих удивлений так и кстати первый лет он первый вылет он у нас главное чтобы вылеты были не критичны и потому что есть такие вылеты сюжетные всего летать на сюжетных темах это как бы печально поэтому надо чаще чаще сохранить не на автосейф но и на сохранение но чего тебе чего тебе погоди неужели ты меня покидаешь или ты меня покидаешь так основной к чеку сохраним этого нас реанимация башка по счастью так слушаю павлов я бы хотел кое-что узнать но ты всегда такой угрюмый а те то что не нравится кто еще тебе обеспечит бесплатной медициной действительно расскажи о себе что-нибудь иди лесом отсюда у меня нет желания разговаривать с тобой а чё так грубо-то о репутация плохо к нам что думаешь о долге придет конец группировки вроде не так дела ведет в общем из-за него я сижу и не чувствую здесь думаю скоро я покинут от замечательный долг наконец-то одну одиночку понятно мне нужна медицинская помощь дорог как берут чешать сюда так ясно короче это медик да ну ладно давайте у него вот это заберем так аптечки был можно было тоже купить ну как бы ладно аптечки тратить не очень хочется так значит где-то воронин у нас да да вот он воронин вижу 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 так вот еще у нас давайте с воронином поговорим чё стоишь выкладывай зачем пришел ну даст воронин 100 лет 100 зим да лучше тебя сталкер я бы хотел узнать кое-что спрашивай расскажи о себе что-нибудь но я третий лидер долга еще с 2012 года моя политика нейтралитета с нашими главным противником свободы привела к тому что бойцов боях мы перестали терять открыто комплекты с ними крайне редкими так сейчас ребята сделал чуть потише это громкоговоритель были доела не так лично я считаю что нам нужно отложить терки со свободой на задний план и сосредоточиться на реальной зоне на аномалиях на мутантах на самой зоне как таковой я не считаю что борьбу с какими-то с каким-то кланом а дурманинг а наш нашу анархистов можно назвать борьбой с зоной понятно так что скажешь о долге и свободе в каком-то положении долго сам видишь последняя силовая операция каких-то наемных войны их нанесла нам удар прямо по ну ты понял до ниже пояса наши ряды резко поредели а прекрасно крепленную базу нам пришлось оставить что и что сейчас там творится без понятия но возвращаться мы пока не собираемся что касается свободы то у них дела и также идут неважно раньше их банды охраняли подступы к складам со всех сторон а теперь на заставах пусто под боком орудует банда бандитов не раз видели наемников чувствую постепенно конец им приходит теперь они оказались на грани выживания выполняя полезную нам для них самоубийственную миссию по защите барьера короче в долгов цепь смотрим и у свободы проблема да но нету никаких заданий пока так ребята хватит в чатике вот такую всякую ахинею нести сейчас завязывайте завязывайте не надо казаться умнее всех так ясно с ворониным с ворониным все понятно кто у нас тут еще есть так торговец но это где-то вход в бар ремонтная площадка какая-то заброшенный корпус и на армейские склады так ну пойдемте искать бар тихо тихо ты не ори блин чё ты разбухтелся тоже бар отправишь да понятно да переделали локацию интересно довольно интересно все это выглядит так как попасть в бар где здесь вот но этажи также остались знать посмотрим что наверху есть явно где-нибудь что-нибудь да положили хотя маловероятно конечно тут можно на самом деле залезть а нет нельзя так рамка горитель можно вас вырубить болен все равно разговариваю да ладно пусть разговаривает а где под базу вар чуть пока не вижу пока не вижу вот кстати в оригинале можно было громко говорить или вынести и все они больше не болтали они иногда напрягают когда это происходит часто ладно давайте искать короче как попасть бар короче тут все понятно так вот здесь еще и у нас какой-то техник тусуется одиночки какой-то группа одиночек где-то в этом здании ну как туда попасть 0 у подолкался так одиночку наверное здесь вход да блин счетов кирпич застрял так я мою подстал болен здесь тупик а как к одиночкам то попасть то есть они как-то вот там вот находится может они конечно быть и внизу потому что барта стопудово где-то внизу уж то не факт что они в этом здании ну да отсюда мы пришли блин не вижу прохода может быть конечно где-то с той стороны где-то ну-ка обойдем давайте с той стороны посмотрим просто здесь еще кровать есть храни боец винтовку как жизнь свою действительно блин одиночки как вам попасть запрятались так а тут у нас кто уже кто-то есть ну-ка 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 кто у нас здесь здравствуй что могу предложить мора какой-то да хорошо одиночка а новый лицо рад видеть тебя я мора я продаю оружие все что связано с ним захочешь вооружиться до зубов ты знаешь кому можно нужно муж можно обратиться я твоим услугам так ну я сперва хотел бы узнать что-нибудь ты кто я великий ужасный гуд нет мора просто мора я в зоне не так давно однако скоро понял что можно хорошо помочь людям вооружение так как мутанты бушует всюду не дают пройти тут вон долговцы полно и база рядом а воронин скряга часто тигром мясо не доложил до чтобы не опять понесло так чем и о чем я а воронин скряга не обеспечивает своих бойцов должным образом вот они сюда ко мне приходят покупают по дополнительную пачку патронов или лишний памперс понятно так что можешь сказать о зоне смотря что ты желаешь услышать ну я не так давно здесь не успел еще окончательно освоиться на севере никогда не был максимум армейских складах не понимаю почему все так плохо отзывается о свободовцев будто они больные психопаты фанатики как по мне просто дружелюбные люди и любители веселья долговцы напротив мрачной темной агрессивной личности а вот так вот здесь да так ну давайте глянем что у него ну красавица красавица так патронов то у меня не сильно много давайте на всякий случай пока калашик то оставлю да да только продадим стрелок ну ладно пока оставим блин коллаждафи тоже нам немало весит но если что-то пойдет не так то она вдруг на грозу не хватит пример даже грозу можно пока убрать оставим пока калаш ладно бывает так морозно туда нифига у нее тут здесь плюс пушечки но как попасть вот вот к этим туда мне пока непонятно так может быть где-то здесь проход как попасть к этим одиночкам блин тут нет нигде прохода а нет есть вот он вот он вот он вот он засели то не найти хотя нет погодите аж здесь было а ну да так может они где-то наверху прошло раз просто не обратил внимание когда отсюда слазил ну блин а как было попасть то так ну тут и техник и торгуются возможно у них есть задание но в принципе нам надо в бар бар тоже пока непонятно как попасть так ладно может быть они внизу конечно там в баре так окей ходим короче давайте бар искать что нам надо в бар да блин так блин замудрили локацию так но получается да они где-то как под землей до находится как попасть бар так вход в бар где-то здесь по сути быть на где-то должен быть тут вход в бар ходу в виску куб повешали я не знаю для маля еще тут рядом а вот здесь на данице заколочена одев под в бар то вы серьезно что ли а вот как запрятали фиг то найдешь блин вот он бар 100 рентген запрятать так а что она здесь заброшенный корпус какой-то опять игра вылетела так вот чё-то короче на этой локации то игра под вылетает это печально это как-то это уже были мне нехорошо это очень нехорошо болен я думал вроде как пишут что мод стабильно без вылетов но вроде бы да сколько вот играем на прошлом стриме ни одного вылета прямо зависона тут что-то блин локация такая довольно обширная да давайте еще раз с этим перетрем чтобы он не думал что мы уже новичок такая сохранится после этого лета или до этого не помню ладно не суть так геркулес есть геркулес он не у него только смотрите это нифига у него тут а после этого я сохранился если не нашел чего искал извиняй извиняй так что здесь написано территория долго применение оружия предел в лагере запрещено нарушителей ждет расстрел так ну не только расстрел но если начать тут короче махать оружием стрелять как говорится игра на этом то и закончится то есть пропадут квестовые сюжетные линии так далее всех уже будет не пройти stalker то есть такая тема где аккуратнее надо я помню как-то первый раз и когда stalker играл еще тогда в детстве блин не того чего-то убил не того пострелял короче и все игру не пройти ну поэтому надо делать сохранение почаще и прочее так ладно заходим бар пойдемте посмотрим так хочу я музыку то громче надо сделать что тихо игра у меня да и убавил же и и так барыга ничего себе тут бар как замутили здорово проходи не задерживайся так и думал так и думал что вернут эту фразу козыртую корону так есть хабар пойдет базар зуб ты что ли а ты чё тут забыл приветствую тебя stalker моя погремуха зуб я место торгует с моей цены самые низкие в зоне хочет товар по дешевке иди сюда хочешь избавиться от ненужного плама тоже ко мне прикинем на двоих только совсем не план металлолом не неси уважайся я продавца это как вы у нас одиночка да только бандитской броне плохо к нам относится я бы хотел кое-что узнать расскажи о себе ну как-то не тянет меня говорить о моем прошлом не хочу чтобы люди обо мне плохо думали скажу лишь одно честным человеком быть всегда выгоднее торговля занялся еще во время перестройки хоть и полулегальный каюсь как зона образовалась раздвинул сюда ощущал всей душой что тут золотая жила можно знатно разжиться на продаже только туго выходила с поставкой товара через кордоны военных но после какого-то времени наконец освоился торговал сначала далеко на юге потом пришлось залечь на дно из-за одного неприятного инцидента затем сильно соскучился по своему любимым делом решил быстро найти поставщика до поставщика да и открыть свою лапку для всех желающих так сказать и вот я здесь понятно ты имеешь связи с бандитами имел но очень давно невыгодно это дело быть бандитом рэки там не добиться стабильной прибыли клиент должен хорошо относиться к продавцу считать его честным кто же захочет покупать вещи у бандита где гарантия что после покупки этой вещи его не ограбят или они отберут ту же самую вещь что потом снова сучить очередному лапу я не такой человек что можно сказать о зоне знаешь я давно туда как-то не доводилось еще увидеть ее полноценно а всяких там кровососа угловых собака контролеров я только слышал но не видел ничего не скажу полезного извиняй понятно так ну давайте глянем что у него есть ну да неплохо короче у него патроны да и есть кстати у него шлем сферы м12 тоже довольно это не хорош тема ладно бывай нехило побарыжила короче к нему мы еще я думаю заглянем и не раз проходи не задерживайся вернули эту корону правда ее почему-то убрали патроны я смотрю ну все забираем конечно же еще потом продадим так наш кушать захотел метрополитен да смотрите как локацию то изменили вообще ничего себе не узнать не узнать добавили музыку из оригинала это вот модеры прям молодцы вот за оригинальную музыку вас же а вот за эти добавления наших русских мелодий ничего не имею против русских песен наших но блин все-таки сталкер это игра они обними меня скорее поцелуй меня везде да да хорошие песни но все же игра есть игрой так прежде чем начнем со всеми разговаривать давайте тут освоимся походим посмотрим куда это все ведет так ладно куда ты это ведет далеко совсем нам надо сперва с барменом поговорить так во первых давайте здесь основное сохранение сделаем что-то пойдет не так колбаса у них тут валяется бревно какой-то нас встречает плохо сталкер погоди у меня к тебе есть небольшое предложение что ты хотел слушая я торгу информация различных тайниках с уронов с оружием и артефактами всем таким подобным я вот я увидел подумала не хочешь ли ты купить один тайник в нем лежит очень хороший артефакт какие у него свойства я не помню но такой-то точно нигде раньше не встречал я попрошу за него всего лишь 5000 как тайник окружен мутантами приходится цену скидывать можно согласиться такой меня не интересует а вот есть строчка не собираешься ты меня кинуть парень я таким не промышляю конечно это человек новый ибо мне так всех не расспрашиваешь но уверяю тебя что тут все чисто лично я ветеран одной группы нейтралов которая когда-то совершала походу в центру зоны до включения выжигателя мы с ребятами припять живую видели я продал уже за сотню таких тайников в разных частях зоны так но она может продать тайник по артефакту ну ладно согласен держи деньги чё 5000 фиг с ними благодарствую значит ящик у шасси упавшего вертолета на армейских складах вокруг неопсы будь осторожен но задание страны склон найти тайник ключ от тайника получен понял тебя спасибо так павший вертолет ну ладно так но сначала все-таки идем в бармену так а больше чтобы поговорить бревно нельзя мне нельзя причем сразу же нам дал задание не успела я тут как говорится появится что же черт мне деревьев это сотрет все перепели в баре так по поиску там оружие тайника и прочее интересно будет что нет здорово опять пьяных что же такое делается болт какой-то что случилось ну надо же было так облажаться что это зона делает с мозгами вроде же нервы крепки никогда ничего не боялся тут такое все в этой в ушах стоит все же шло как и обычно была вылазка на армейские склады сели с кривым засаде прикрывать основную группу а тут как услышал вот такой ужас охватил сдрагивает блин я даже не помню как оказался на заводе когда вернулся на базу воронин чуть не расстрелял на месте он мне как раз выдал пушку лучшину за хорошую службу так сказать а тут я панике как деру дал так видимо ее там и оставил если бы ты смог ее принести мне а то куда я теперь без нормального оружия до штаны еще нет стирал засмеют то чувство морочит у нас хорошо но как мне ее найти даже не знаю их ну короче вон у стены мужик плаще стоит поговорить с ним так лучше на винтовка разузнать осведомитель информацию об оружии хорошо как скажешь денег бы дал тогда уж да так стал герд долговец болт баре просил меня вернуть ему утрачен улучшенную винтовку необходимо добыть информацию об этом само оружие у осведомителя так это осведомитель нет это яшка фокус их черт тоже что-то потерял эти надо видишь я пытаюсь расслабиться что можешь рассказать чем полезное заметил что в зоне усилили свое присутствие различной группировки наемников почти в каждой части зоны нарвешься на них или их следы непонятно что такое сильно манит выйти как опасные края одни говорят они охотятся за очень редкими артефактами которые заказали за рубежом за это очень хорошие деньги остальные что их заказчиков интересуют документы из старых лабораторий никого синим отпускают а если видят то только из снайперских прицелов дали ты труп понял что слышно кто-то уделал наемников лиманске причем хорошо вооруженных ну кто кто я одни трупы какой-то мастер видать сделал это на янтаре я тоже видел наемников не знаю если они там еще я к аномалии шел артефакты поискать а там эти синие стоят главный пес к себе зовет какую-то работу предлагает убить кого-то но я давно не выполняю никаких заказов после того как болот вернулся от этого отродья я не согласился на задание артефактов в аномалии нет сами видать все прихватили удивительно что они дали мне возможность такую по их лагерь побродить и арты поискать сейчас когда убили сатрапа этот крыс теперь никого к себе постороннего не подпускает похоже сатрап связывался как-то с псом а связь пропала значит что-то нехорошее случилось вот и стал теперь по злой собакой валит любого постороннего а вот кстати задание то с наемниками но я же их убил можно конечно было не убивать но блин с долго акцент вопрос бы как бы тогда порешали ну или примеру а сну уже не загружаться же 100 момент или оставить их примеру да ну ладно уже долговцам помогли короче короче сом будем воевать так все они смотрите он еще что-то рассказывает на армейском водах делали деревушка одна есть который лучше всего стороной обходить пойдешь туда смерть свою найдешь скорее всего нам дальше на армейских склады вся местность просто кишит кровососами страшными тварями только и натыкаешься на сушеные бескровные тела несчастных сталкеров иногда ночью можно увидеть и саму химеру которую только едва увидишь а у ей а уже все труп какая-то группа охотников севера пришли в эти края хотят очистить метася мутантов главный них диодор проходил службу в афганистане все отзываются о нем как о добром человеке хотя лечиться с лично с ним никогда не был знаком так на радаре снова кишет монолитаса выжигатель к всеобщему изумлению заработал вновь сталкеры которые выдвинулись припять остались там навсегда излучатель эту дорогу центру зоны перегораживала саркофаге подземной лаборатории группа ученых каких-то было я слышал они эксперименты над над нау сферы оставили будто свои тела так как кто-то какой-то установки подключили контролировали всю зону ну и бред но ученых хотя какой-то stalker всех перебил это вызвало сильного выброса чая потом два года сплошь и сплошного затища и вот недавно выжигатель вновь заработал не уж эти ученые воскресли зависла игра да откуда взялась только монолитов знать бы я не отказался так игра вообще зависла так это короче что-то меня тогда не отвечает не один дачу так значит погодите что-то короче какая-то происходит здесь ерундень мне это вообще не нравится тут по моему так секунду сейчас я захват экрана уберу да где-то тут в папке значит stalker а есть games где тут у меня stalker а вот в избежание вылетов с каких-то памятью можно запустить с этого ярлыка игру да давайте я отправлю ты ярлык на стол может быть с нее что-то поможет но что-то как-то странно странно короче что-то зависать стала вылетать но давайте с нее попробую болен что-то меня администратор так афинг так там запустилась а вот странно ты меня администратор запустил не запустилась а так запустилась ну ладно окей что интересно локация да блин все вылетает зависает она надеюсь это ярлык поможет их если кто помог так значит что у него нет это нам он не рассказывал пыша что-нибудь о выдре самый первый сталкера первую зону ходить начал до сих пор живой говорят приведет любую точку другое дело его найти проблематично фиш с адресом не расклеивать да и провести тоже далеко не каждого соглашается бабло со вроде бы берет немало но если нашел его договорился будь уверен он тяжелись доводит куда надо понятно так что еще полезно ну слушай на серии совсем недалеко от выжигателя мозгов на старой с военной базе находится группировка свобода а вон они где до отъявленные нигилисты анархисты преступники борцы за свободу ядрить их налево партизаны хреновые всем чем они занимаются диверсии против научных групп обстрел армейских частей постоянно грязня с долгом недавно перешедшим маленькую войну на выжигание я могу дать тебе только один совет никогда с ними не связывайся туда только совсем оторванных принимают если за твою голову нет награды не примут а можете это представить так так и за 5 вы 3 так далее ты труп это было 5 а вы 3 рассказывает так то же самое да он тогда у него те же самые диалоги так а тут так про лиманск рассказывал про наемников 100 так а ну вот про монолитовцев так вот он горит и отключил излучение на интере ну ты просто везучий псих черт возьми рад что хоть кто-то смог наконец справиться с ней сколько наших там полегло ты даже не поможешь себе представить но теперь ученые раскопают что это было такое теперь может и с выжигателем мозгов справимся может быть так ну короче все по диалогам с ним все так ты у нас что ли осведомитель нет это охотник эх вот уже угораздило меня потерял свою именную винтовку доставшийся мне от деда помог бы кто вернуть но видать не судьба а знакомая тема знакома где ты потерял ее да через армейские склады шел одна свозит сказала в деревне там одной можно разжиться артефактами ну я и дурак поперся туда там смотрю она просто кишит кровососами я сдриснул быстрее куда глаза глядели оружие случайно выронил ладно помогу тебе вот спасибо тебе брат я в долгу не останусь короче дальше на армейские склады потеряно оружие найти пропавший ствол давай до встречи так найти пропавший ствол старте баре обратился ко мне за помощью мне необходимо разыскать на территории деревни кровососа пропавший оружие принести его владельцу так понятно понятно так короче куча задание дополнительных дан армии склады все-таки не зря зашел сначала в бар не зря а вот она сведомитель наверное здесь поговори с барменом я потише маленько сделала то блин каждый раз приходится stalker вот это взаимодействует со звуком так 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 чуть набрал всякого хлама так дружище тут не пропустишь да бармен иди сюда здорово дружище с тобой по глазарим рад видеть и а stalker ну что же здравствуй барман долго дать я же шли так давайте ему к мы сейчас это водку продадим вешает она дофига смысла тени как бы есть конечно смысл но весу это все нам занимает так колбаса хлеб тоже туда же так воду оставим пока так он торгует напитками энергетическими всякими темами ну в принципе у нас все хорошо так я бы хотел кое-что спросить давайте сначала поговорим расскажи что-нибудь о себе я бармен баром заведу так как это не странно в зоне уже давно еще в 90-х в виннице заведовал небольшой рюмочной но тогдашние рэкетеры совершенно не давали развиваться бизнесу образованию зоны я не уделил должного внимания но когда сюда стало ли все большее количество искателей приключений так вот и осенило меня что для бара здесь самое лучшее место на планете вот только бар первоначально был не здесь азан а западнее где сейчас отрудуют военные по каким-то причинам поссорившиеся с долговцами и начавшие силовую операцию закончивающиеся большими потерями как среди одной так и другой сторон и эвакуации моего бара сюда понятно короче бармен к нам отлично относится так что можешь сказать о данном месте где ты сейчас находишься два года назад орудовала банда боевиков свободы во главе с волкодаум с бара нашего сюда забредали несчастные снайперы метки ликвидировали их а все добро забирали себе один сталкер стрелок по моему заданию на это шел и мимоходом перебил всю свою суп сов волкодавта выжил чудом каким-то говорят на зато они его видели только среди наемников уже поделись чем поинтересным знал что наш бар и лаборатории ученых расположены на верхнем ярусе лаборатории x19 основные корпуса который находится этажами ниже плохие слухи ходят они никто еще не осмелится туда проникнуть никто кроме кого кого-то странного сталкера говорят монолитовец бывший хотя не знаю бывают ли они бывшими герман его по поручению дал найти документы до тот и не вернулся теперь герман боится послать кого-то еще с того дня прошло уже более месяца скорее всего пошлют у нас да так тоже самое рассказывает что ты знаешь о стрелке сталкер мастер свое дело не раз выручал меня он-то и принес мне чудные бумаги из лаборатории не агропром после того как ушел в припять после отключения выжигателя о нем ни слуху ни духу выжигатель то почему-то снова заработала охраняет его все также многочисленные отряды монолитовцев не знаю возможно ли это снова его выключить а может там установлен механизм самовключения не знаю ну да то есть получается мод же у нас проходит во время 2014 после всех уже дел оригинальной трилогии сталкера так ну понятно понятно где могу найти ученых подвале иди сейчас направо прямо снова направо опять направо дальше за поймешь лицом к науке отправиться к ученым понял на территории бара есть проводник конечно его зовут зулусом найдешь возле базы долга в небольшом здании зулуса мы уже видели так мне нужна работа еще на примете так есть я не заинтересует прочесать чисто частоту на заводе принести копыта кабана принести артефакт медуза блин это у меня все есть но это у меня ученых но задание на время я так понимаю да ну давайте пока наверное вот прочесать чисто на заводе может попозже короче к этим заданием вернемся я пока и брать не хочу так торговля тут все ясно задание интересно конечно но попозже потому что например копыта кабана и прочь у меня ничего с собой нет так все у мне осталось там так а я не вижу здесь у нас ящика на хранение в баре так чтобы складироваться то есть где здесь складироваться и где так информатор значит нам надо с информатором поговорить так я знаю где расположена лаборатория след отправиться прямо найти туда и найти каланчу так кажется трака странно скромно тит тайник так ну ладно короче сколько у нас денег 86000 осведомитель я осведомитель торгую информацию зоне продаю важные сведения покупаю чертежи документы записи из лаборатории моя информация цены хорошо послужит тому кто ей обладает так у тебя есть какая работа нужно убрать одного сталкера который сейчас мешает нам в работе берешься за дело так нет погоди пока не берусь хотя какого сталкера нам говорит убрать тоже непонятно поле над вечно да так чем торгует сначала зачем патроны скинем вот эти вот уже вес занимает нехило так я думаю тебя заинтересует слушаю кпк псов козловского сапога василия васильева кудесника так а зачем мне эти кпк шки вообще они же уже свою роль в игре отыграли да так сейчас я быстро посмотрю так ну да это было с учеными это уже не нужно это про пацанов там короче тоже не нужно васильев тоже не нужно но в принципе эти кпк уже мне пасе ну как бы по отыграли свою роль так сказать но блин а тебя пока не буду продавать я просто не знаю пока оставлю так что за работа и что за stalker давайте узнаем так нужно врать одно stalker почему бы нет значит так на армейского дарна села один stalker передал очень предал очень хорошего человека убьешь его получишь наградник и вопросов не сдавай кого нужно убивать stalker радиодора принесешь мне его кпк щедро вознагражу stalker мастер убить диодора так ну как бы не давайте мы сначала наверное все таки с этим диодором перетрем поговорим может быть он задание какие даст но тушит знает брать задание на убийство и потом не убивать пока не уверен пока не уверен таких как ты у меня всегда иску так насчет вот эти кпк тоже потом так не нужна информация какая не находил ли на армейских складах лучше на оружие кое-что есть да за эту информацию 3000 я согласен держи значит в окрестностях деревни кровососов на днях нашли улучшенную снайперскую винтовку предположительно вольные stalker продали ее за высокую цену местному криминального авторитету по прозвищу дрель да не обновлено улучшена винтовка достать оружие в бандитов так мне удалось выяснить что бандитам предположительно продали улучшенную снайперскую винтовку необходимо отправиться к ним и постараться добыть утерянным долгоцем ствол хорошо так что ты знаешь о группах наемников так что ты знаешь о группах наемников не простим такой информации я не владею серьезно странно так что ты знаешь об артефакте который может вылечить рак за эту информацию 3000 по рукам значит вот что мне известно артефакт это внесла с янтаря группа stalker в покупателю около двух недель назад с покупателем была назначена встреча в районе жд платформы внутри грубых контейнеров на них напали бандиты потом пришли отряды долгоц и всех порешали артефакт такой никто нигде не может найти по сей день возможно где-то еще там лично меня это не интересует это все что мне известно обыскать район железнодорожной платформы так а это где это ведь нам для лесника да да это у нас здесь рядом так понял так что еще у тебя есть 3000 так я подумаю погоди такая же тебе уже это тебе платил скажите то же самое а ну да тихо тихо это тоже самое было нет стоп 3000 то есть короче почему-то вот эта информация у него осталось хотя ему уже деньги за это заплатил ладно понял может тебе пригодится короче это добычим так и последняя ты знаешь где можно достать инструменты эти какие именно нужны для грубой работы во что могу подсказать за 5000 рублей и 2 для тонкой работы 10000 для калибровки 15000 я понял короче можно купить да нифига себе ладно окей давайте с ним короче попозже в общем иначе у него остается задание убить стрелка там какого-то да диадора о стрелка сталкера моя информация может тебе пригодится так ну давайте с бегом наверно поищем артефакт потом вернемся уже бармену но с барменом тут тоже задание есть интересно что за бармен иди сюда так вот по поводу по вот это пока попозже вот прочесать частоту на заводе так как понять я сделала слышал долго в информации что на крыше старого завода на определенных частотах можно услышать странные радиопереговоры неизвестной группировки на непонятном языке какие-то сатанисты что ли на частоте дала должниковку покушаются это сходи возьми аппарат у фургона и иди на завод просканирую что надо как тебе такое я попробую взять аппаратуру у фургона понял понял фургон у нас здесь да ну давайте короче да пока прежде чем пойдем по основному заданию попозже значит у нас сюда да скорее всего проход вот только для персонала до походу где ну сюда попозже мы пойдем возвращаемся так сейчас погромче снова сделаю доброе утро доброе утро ребят всем привет присоединяется это крана до сегодня пораньше после обеда хочу dark souls продолжить чтоб как говорится игрушки сегодня будет на стриме так рез строй база а привет так ты фургон да ты а ну да для него инструменты же нужны бармен сказал ты дашь мне сканер для задания дам вот держи как пользоваться поймешь сам как закончишь свои эксперименты не поленись вернуть он уже старенький но мне еще нужен получим предмет осциллограф т165 провести замеры все понял бай 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 так прибор получен через этот прайс по горячим местой провести замеры осциллографом так а что такое осциллограф о нифига себе так осциллограф c165 а до универсальный предназначен для исследования форм электрических сигналов путем визуального наблюдения измерения их амплитудных и временных параметров цепковых лабораторных и полевых условиях эксплуатации осциллограф удовлетворяет требованиям госта 222 61 76 98 10 69 по точности воспроизведением формы сигнала точности измерения временных интервалов и амплитуд осциллограф c 165 относится к второму классу гост 98 106 блин прикольно так ну давайте ночью почему почему нет а блин оружие базе носить нельзя я попробую так попить надо я на жажду у нас у stalker а тут какие-то одиночки сидят долго отсюда слушаю тебя так здорово кравченко прошивай так короче все то же самое говорят привет брат нечисть не нечисть так нам наверно давайте искать как наверх попасть патроны плохо а вот проход наверх еще кто-то сидит не нет они показал померещилась поле ну ладно серьезно си шторм блин очень вовремя этот все шторм начался конечно ничего не скажешь так применить осциллограф калибровка так выставить ищи так выставить так погодите еще пятьсот установить 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 применить так и чё этапы работы выставить 20 20 50 применить так и сигнал так и что это нам что-то дает или нет то привернуть приборы талоны парантере видео импульса задание обновлено форма талона сигнал оси нояду сами перед вами запрету до 20 вольт так чё я сделал то я не понял чем фишка задание то так результаты замеров получены теперь следует вернуть специалографу технику ну ладно какие-то результаты я конечно не понял для чего это ну а эти сюда приблизались долго в цепь вода еще рядышком труса так где-то штучка упала у нас куда-то завалилась до здесь это упал я помню блин шторм то долго будешь долбить бля не вижу красиво красиво а если внизу до упасть все да ждать в укрытие так уже переждал же еще один что ли вы были все шторм опереждать выкрути до сих пор еще то есть два подряд что ли все задание выполнено короче я не вижу куда эта штука упала ладно фиг с ним на это долговцы у нас здесь не баловый оружие не балую не балую так что ты так понимаю надо вернуть до назад этот прибор если вы ищете место где можно перекусить и отдохнуть место где можно хорошо выпить и поговорить место где вам всегда подскажут как позарапать так вот твой прибор спасибо тебе а в целости и сохранности тогда тебе спасибо предмет потерян доложить бармену бывай бывай так но прежде чем пойдем бармену этому давайте вот сюда вот бегаем поищем этот артефакт да переделали локацию прям вообще знатно но запихали короче задолговцев пар переделали они же они же были там дальше к локации ну как бы с твой стороны считается так ну блин запрятать конечно могли куда угодно и факт что по метке это типа просто сюда нас ведет ну да а он говорил же что в одном из контейнеров да вроде бы что-то там да походу дело что-то куда-то запрятали так вы серьезно что-ли а как назад на тебе запрыгнуть игра да не по вы не прикалываетесь стец как можно было сделать местность прыгнул все до свидания что ли тупик вниз разбега не так так а что мне там говорил уведомитель этот значит назначена встреча в районе жд платформе внутри внутри груды контейнеров даже может где нибудь и сюда запрятали даже может где нибудь и сюда запрятали 366 длинность три года контейнеров Тренеров Тренеров Тренер 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 слушая тебя не написано на подсказка что а внутри где-то здесь да где-то здесь полипасу ну это наверно артист пакт электрошок пока что за зависание не запрыгивания потом никуда не это внутри 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 но где-то здесь полипаса это полипаса здесь и Продолжение следует... 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 это проход интересный до локацию конечно здесь переделали прям знатника знатника вот этого я прям вообще не помню ну чтобы вот эти вот сетки здесь были тут еще какой-то выход я тут еды столько разный кто-то здесь короче чего-то мутит да так ладно тут короче чуть как-то не пройдем куда уходим назад круто ту и страта то так куда да дверь закрыта на ключ водку на нас сейчас скорее всего ученые то возможно и пошлю до дверь заперта так русик какой-то и лояльно к нам относится стоять бункер ученых временно закрыт на карантин вот строго по пропускам я военный сахаров должен был сообщить обо мне а так точно тогда проходите понял что так громко то короче на спустили без проблем хорошо сейчас нам сюжета дальше двинется да как бы у нас основная ветка сюжета то куда нас и послали каланча или как он там я уже разыскать этого прям ученые засели бункер будет а вот как тут все сделано даже знакомый бункер у нас здесь так радио хорошо что не играет здравствуй о какие у нас здесь люди так тут у нас если что есть чемодан новиков ученый лояльно к нам так я новиков помогаю ученым сборки установки и настройки различного оборудования я без ложной скромности отличный техник мастер на все руки многие прочие конечности если оружие ли бронька покоцалась то давай посмотрю то есть он может ремонтировать да а и он разные еще улучшения делает смотрите-ка неплохо неплохо так ну ладно так какие модификации ты делаешь как видишь у нас здесь научный комплекс это значит опасных частей не для бронежилет они для оружия здесь не найдешь впрочем залатать броню пришить заплатку на штаны или применить на практике свои фирменные наработки я мог смогу с оборудование меня неплохо понял расскажи мне про ваш бункер что тебя интересует чем занимается эта лаборатория думаю на этот вопрос даже герман с озерским вероятно не ответит они крайнейше проводят разные исследования однако пользуя от них пот наплакал впрочем с озерским поболтать полезно исходя из его теории я придумал пару неплохих модификаций для защитных комбинезонов так что ты знаешь о зоне научном смысле ничего но опыт знакомства зоны у меня достаточный по настоящему здесь ценится лишь то что повышает шансы на выживание зоне все равно бандиты или сталкер который собирает артефакты чтобы прокормить семью выживет лишь наиболее подготовленных местным условиям так ты в зоне давно да уж я изрядно сперва сам за артефактами охотился но потом понял что скоро так никого здесь здоровья не хватит никакого а благо руки откуда надо растут довольно легко нашел себе выгодное место почти год с группировкой одной провел там бывших ученых был было много хорошие были ребята даже жалик погибли слепой гонки за непонятной целью потом еще немного побродил по зоне подумал подался на службу к ученым надо сказать пока не жалею ясно так и все здесь да ладно хорошо давай сирский допомню я этот бункер из два ученых сейчас будет надо я слушаю вот она главный герман который такой пушек на столе лежит выбросов которая штука до радиопротектор до радиозача нет радиозащиты которые таблеточки заберем здравствуйте всегда рад видеть нового человека в нашем бункере озерский который кучу всякой информации да и да я помню просил какие-то артефакты приносить было дело в оригинальной игре так давайте общаться озерский кто вы и зачем решили нарушить наш покой что вы здесь делаете куда-то пошел дружище аж с тобой разговаривать повернись к игрушке передом риторический вопрос вы не находите ответ на него может быть исключительно таким же неконкретным и так мы занимаемся исследованиями или вас интересует нечто конкретное какова цель ваших исследований как таковой четкой цели у нас нет мы если хотите разведчики перед передний край науки мы пытаемся выявить закономерности сопоставляя различные явления готовим рабочие версии теории сами же подтверждаем или опровергаем их сожалению пока много из открытого нами вряд ли сможет приносить пользу человечеству понятно что вы знаете о зоне я я знаю я что я ничего не знаю так говорит сократ и я могу лишь повторить его слова мы движемся в подмах на ощупь пытаясь пробиться к сути здешних тайн лишь мое мнение таково полагаю зона результата мощнейшего выброса на окружающую среду причем воздействие совершенно нового типа не электромагнитное поле никакой либо физические перемены не тем более радиации не могли бы так быстро изменить все взять хотя бы биосферу естественно часть мутации можно совершенно логично объяснить радиации но простите меня чтобы обыкновенность меня мутировала так называемую плоть нужны сотни лет если не тысячелетия а здесь такое превращение свершилось всего за два года как будто нечто изменило генетическую информацию в каждой клетке живой особи от самого этого факта у меня простите за метафору по спине бегают мурашки размером с мышь понятно вы давно в зоне не слишком с нашей бюрократии организовать экспедицию стоило невероятных усилий если бы не умение германа возможно мы до сих пор бы сидели бы где-нибудь на границе зоны и stalker в это время выносили бы ценнейшие ясно ну ладно больше вопросов нет так озерский суба ничего не рассказал но к ним подойдем попозже давайте с германом разговаривать здравствуйте ученый слушаю так о с германом можно поторговаться за окей то вы здесь делаете занимаемся различного рода исследованиями а цель ваших исследований мы проводим фундаментальные исследования уточняем мы не занимаемся испытанием костюмов изобретением новых лекарств и тому подобным а пытаемся дать логичное объяснение тому что видим зоне если у нас получится раскрыть тайну хотя бы десяти процентов наблюдательных явлений это даст мощный толчок развитию технологии два ли не во всех отраслях науки и промышленности что вы знаете о зоне по правде говоря не много мы точно начинаем понимать механизмы некоторых явлений но к сожалению еще слишком далеки от того чтобы дать какую-то комплексную характеристику зоны все осложняется тем что зона меняется с течением времени меняется стремительно я говорю не появление новых аномалий нет речь о более серьезных изменениях незаметных на первый взгляд например таких как ослабление магнитного поля самое печально что мы не знаем так все равно игра вылетела даже с батника до но четко печально все это как-то все печально у нас это происходило с вами ребята да после чего-то или на этой локации просто вылеты часто или как-то но странно версия самая последняя а все равно до сожалению увы к я так речь о более серых изменений заметно на первый взгляд например такие как ослабление магнитного поля сам печально что мы не знаем признаком чего является все это остается только гадать и ждать понятно вы давно в зоне нет 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 правда раньше мне приходилось бывать лаборатории профессора сахарова до сих пор жалею что не удалось быстрее организовать экспедицию сколько раз я отвердил министерстве нужно всегда располагать как минимум двумя полностью укомплектованы мобильными лабораториями они только головами кивает всегда и ничего не трогать с места из-за этих бюрократов мы едва не упустили уникальную возможность возможно единственно за всю историю зоны ясно давайте по заданию с ним разговаривать и уходи ты достал ходить туда-сюда я ищу профессора каланчу каланчу к сожалению сейчас у вас с ним не получится встретиться наш коллега вот уже более года назад покинул нас причем без чего-либо ведомо просто взял да и ушел в ночь что вы хотели от него задание выполнил мне нужна информация о выбросах почему вы интересуетесь этим мне бы хотелось помочь науки ну я бы не сказал что это уже очень загадочное явление в зоне встречаются вещи поинтереснее выбросы почему это я вам бы точно лучше всего подошел каланчао выбросах знал все он слушать я могу сейчас поспрашивать место куда каланча предположительно мог уйти я позвоню всех но вы сделаете для меня кое-что согласны ну что же нужно сделать мы недавно отправили сталкера разведать дальнюю часть комплекса где слышатся странность скрежущие звуки но вот прошло уже больше часа от разведчика нет никаких вестей не могли бы вы сходить туда и разобраться в ситуация я в информацию в обмен на услугу кота двери 96 35 хорошо новое задание странный звук выяснить источник шума но я так и знал что нас отправят на ту дверь до 96 35 пароль вот сюда скорее всего да нас отправили хотя нет все-таки не другое место странный звук выяснить источник шума герман из лаборатории на заводе росток обещал выяснить куда мог направиться каланча если я выполню для него одну просьбу выяснилось что создает шум в дальнем помещении так часто это не забыть пока брожу можешь еще кого встретим здесь 96 35 так русик очень больше с нами сейчас так это не эта дверь плотно закрыта на ключ так ладно были были долбаный вылета а вот вот этот шум да здрасте никого да ладно хорошо обойму как говорится на бедро еще темно вот локация как бы если по карте вроде небольшая оси некуда там комп лифта вниз или еще что-нибудь ну давай уже бабайка выходи нет локация здесь большая а здесь кого-то убили убил скорее всего кровосос что кто-то же в дверь долбился о ее ее я к этому был не готов так полтергейст надо с автомат на очереди пигачить потому что так рядом это не реал лечиться 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 с ними блин не то уже серьезно где второй второй готов а еще один смотрите как сразу столько патронов на них ушло а где но это то пофигу одессами-то полтергейст это от них чего-нибудь там чего не осталось да так рядовой кондратенко бакан у него был по-моему там он сильно сломаны никто не заберет пистолет тоже что такое себе ну да у него раз два три раз два три это вообще никому не надо она насколько бакан вешает кстати 408 302 на нет я думаю все но не долго с этим прохожу наверно ладно фиг с ним да ладно уходим короче не справился долго езда с полтергейстами я убил всех мутантов теперь мне стоит вернуться герману сказать что здесь произошло неплохой атак заданец туда но почаще сохранять а тут удален вылетает всем на пик привет удивительно и что они здесь забыли знаете по два нас под нами расположен большой лабораторный комплекс черт его знает какая каша здесь варилась советское постперестроечное время вероятно они оттуда к нам изобрели что же как и обещал делюсь информацией по последним сведениям коллега на честенка за воротник здесь в нашем баре чего я категорически не приветствую тем более в рабочее время выпивал он и перед тем как ушел задание выполнены как мне его тогда найти отправляйтесь бармену все остальное узнаете у него пропавший профессор поговорить барвену так ну все ясно это все то же самое вам нужно еще чем-нибудь помочь это прекрасно что вновь готов помочь науки сразу к делу у нас сильно заботит подземный научный комплекс кодовым названием x19 расположены прямо под заводом росток вы представьте большое количество не тронутой документации прямо у нас под носом а послать хорошо копировано у stalker прямо туда сейчас возможности не имеем вы решитесь на такой шаг конечно просто прекрасно держите ключ от двери учтите в этой лаборатории велись обширные исследования по изучению воздействию пси поля поэтому будет полезно приобрести внушительное количество препаратов и снаряжение вести в порядок значит все поля звезда так лаборатория x19 рассказать документацию лабораторию 19 понял понял так как все поля у тебя и же есть да что-то там радиозащита не пси поля это у нас вот это красные таблетки пси блокады до пси защита у нас как бы хороший костюм вообще-то так-то хим защита ладно до встречи а я так понимаю x19 лаборатория это у нас дополнительное задание до лаборатория x19 разыкать документацию лабораторию x19 герман дал мне поручение мне необходимо прораз в подземную лабораторию расположенную под заводом росток где должна находиться информация о секретных экспериментах породившихся на территории зоны блин ну давайте наверно в лабораторию мы это все-таки попозже гоняем я думаю а то чё то как то не уверен что готов я тогда идти с таким количеством добра и там по-любому явно будет мутантерская хрень и но у меня таблеток мало то есть да лаборатория у нас здесь ключ да вот лишь данный германа открывать железную дверь прикрывшую проход подземному комплексу это типа то есть можно сразу дверь плотно закрыта на ключ открыть а спуск идет через а просто перейти на другую локацию будет да 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 нет пока не готов так понятно не ну давайте сюда короче попозже что-то как-то не знаю ща пока не не вариант бы патронов немного и вообще печаль беда так пойдемте возвращаемся к бармену он нам скажет по поводу каланчетова опять же эти все задания дополнительно необязательны но плена не и они интересны как детишки как детишки да так то же самое так не появлялся здесь профессор каланча до появлялся герман меня уже спрашивал о нем по твоей просьбе за твоей спиной у стены уже рад и штык сидит вот он ее часто са бутыли выпивали даже перед его отходом попробую разговорить его что ли готовь бутылку поговорить со штыком так форма сказал что медные местные типа медные смотрите как написано медный пьяница по просьбе шуштык пил с каланчой последнее время до его ухода с территории бара но вы говорите вы когда он придет себя кстати частенько ошибка в модах я замечаю по тексту так готовь бутылку а бутылка как у меня то и нету я все продал так пришел чё надо тебе оклемался в состоянии говорить чё 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 хотел от меня так ну ты пил с каланчой более года назад не знаешь куда он мог подеваться каланчой да кажись припоминать чего-то но так смутно очень ты мне под таки сейчас память мою это под напряги бутылка меня нет водки не ну не пацан вообще страшнее не угостить вот здесь еще сюда дует память не возвращать будем а память не возвращать бы если водку что-то ну как скажешь так бармен а у тебя есть водка болен у меня куча водяры жду было я все продал но ведь ей пригодилось все-таки водяра до пригодилось давайте три куплю дать бутылку пьяница отчет ну наверно можем ну да ну чего те пузырь о но это вообще нормал сейчас опробуем вещь я не буду пить эти бутылку дал те вделись информация каланча ну да ну каланча а то думал что за саранча так это на склады ушел уже давненько свобода со мной огонек я так и знал да немного поговорить бармену понятно короче все дороги ведут в одно место нас к армейске ну ладно нет за общее дело бармен иди сюда так я не сказал что каланчао шел к свободовцам в общем это те нервно армейские склады топать надо там они поселились я думаю дорогу туда сам найдешь мать порядка отправиться на базу свободы пропавший профессор поговорим с барменом так ну что все да далее нам на армейские склады поэтому не зря все таки я сюда пришел ну то есть видите да получается на складах тут у нас куча 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 всего три дополнительных задания разумеется сами свободовцы а воронин 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 ворой тогда давайте лабораторию короче мы оставим вообще на потом потому что ну сейчас реально как бы я х за туда не готов спускаться если там будет то же самое творится что его всех модах в лабораториях а это там где-то хер выберешься без терминаторского вооружения да и не задерживайся то как бы туда пока рановато плюс от пси надо вот эту защиту когда все надо так держи с 93000 по деньгам у него нормально можно с ним долго торговаться всяко-разно так на склады идем ну да на складах там пипец будет что творится там как бы надо нам все плане патронов плане аптечек вся два веса блин захламился я конечно оружие ем но смотрите он артами торгует ничего себе в камне удивительно у нас 11 бутылок можно конечно так за сколько купишь автомат 613 так а вот эти патроны почем для грозы 605 касательно вот можно как-то так обменяться я думаю да так эти 600 а вот эти семьсот семьдесят ладно таки купим 605 а вот больше то и нет ну что две пушки таскать это как бы дофига делов так давайте тогда так но там будет куча мутантов там будет пипец так а есть у тебя зелененькие патроны обычные да ну для нашей снайперки патроны нам нужны сайт 300 ладно берем все равно весу дофига да потому что патроны много мира я свое не продал за деньги купил 51 вес ну вот уже как бы по-нормальному уже уже попроще но все до встречи барыга так сайте ключик пропал когда мы открыли дверь игра ты достала вылетать блин ну что ж такое то вот роса просто берет и вылетает на прямом месте все-таки сохранился все опьянел ладно давайте короче валим отсюда что-то здесь какие-то вылеты непонятно где не задерживайся быстрому короче все это что же ты снова приволок касатель показы газы держи козы с 200 хочу думать некогда патроны просто забираем тупо и уходим так аптечек течек нормально и 300 берем блин с этими валетонами йопа рассады на армейских плодах нам сейчас дадут как а блин время ночь да так где здесь поспать а вот здесь взвынулся по-моему да взвынулся так давайте до утра поспим а то я не хочу на склады идти ночью я о чем думаю сейчас а если здесь начать стрелять типа игра сразу закончится лету по меня тут и перепели перее этого перебьют так воронин где воронин 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 петя там задание какое-то он же нас позвал до слова кому-то тогда он нас тут это позвал слушайте остатки так что у вас за задание ты готов помочь группировки долг в поисках истины да говори я слушаю значит слушай внимательно надеюсь ты парень надежный отряд долговцев ветеранов по заданию ученых проник лабораторию 17 они вытащили оттуда всю найденную макулатуру по непонятным причинам сделали привал на армейских плодах прямо рядом с базой свободных затем ночью главный по прозвищу скелет отправился сигнал сос на нашу базу судя по беглому писанию ночью какой-то отлично подготовленный отряд хорошо вооруженный застал наших парней врасплох что удивительно потому как новичков в отряде не было мне предстоит найти убийц так точно мы буквально на днях послали на место убийств убийство последователя скажем так но он не нашел никаких зацепок у нас появилась мысль послать кого-либо прямо на базу свободы достаточно неприметливо не в опытного долговца который никто не знает свободе в лицо я отправить не могу а опытного бойца тени наверняка узнают да и пристрелят на месте так ясно хорошо я посмотрю что там стряслось так ну вот они начинаются местные терки да у нас сталкеры если вы ищете место где можно перекусить и отдохнуть место где можно хорошо выпить и поговорить военная компания поговорить со следователями вороний сказал что отряд долговцев напали неизвестный следовательно месте убийства даст не детальную информацию о происшествии ну хорошо хорошо здравствуй брат в общем начались терочки все дела и так далее так да не давайте до утра поспим не хочу ночью туда идти все-таки это не не вариант я думаю на армейских складах мы проведем время ой как немало там нам у нас деревня кровососов там у нас короче всего дофига да значит куда нам прямо и направо на армейский оружие за спину да не суети не суети так она была вот эту хрень тоже наверно продать или выложить выстрел мог чем них с собой таскать так чуть я не туда побежал то радости я думаю там на армейских складах сейчас будут эти ребятки бойцы свобода где проход а оружие спрячь да ладно ладно не суетите чего вы давлен так подождите мне как-то надо я не туда вообще это хитро сделано блин так сможем выйти во кругом выше не видать ну здесь вообще тупик еще все пикает на фиг не тупой и ну блин по закрывали локацию по закрывали так это сюда нет тут короче надо как-то вот здесь вот здесь обойти вот сюда прийти походу дело на 4 маленько протупил но есть пить ну да после после ночлежки всегда поесть попить так ну понял где выход я помню в оригинальной компании здесь вот наверху стоит ходил долговец да блин я потерялся а время дорого рассказывай вот так всегда да вон тот ремонтник да и вы здесь проход все болен он запрятали а но без заколонки так что у нас по стриму по времени у два часа до ровно два часа ничего себе блин время летит прямо я не знаю ничего не успеваю казалось бы только начали два часа просто пуху мимолетом в общем как обычно так как здесь пройти армейские склады надеюсь выход то есть а вот на другую территорию так да давайте здесь мы сейчас это делаем короче перерыв отдохнем как говорится расслабимся да да уже дальше продолжим да классный мод вот блин ну тут вот единственно этой локации вот на прошлом стриме прям вообще ни одного валетона не было я не знаю что происходит ну полная какая-то херня такое бывает к сожалению на некоторых локациях чуть-чуть что-то нифига не помогает вот это издержание вылетов с памятью я бы не сказал что прям супер-пупер можно даже удалить нафиг то толку от этого нету что при ней что без него вылетает прямо и пойми так все короче перерыв всем ребят спасибо кто заглянул кто заглянул сегодня что-то много вот я смотрю там поматерили всякую фигню понаписали ну ладно бывает не без этого пойду попью чаю что желаю вам приятного аппетита там если кто кушает скоро вернусь продолжим до встречи а а а а а а а а и а а Продолжение следует... 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 берем я смотрю тут кого-то вальнули Как-то всех долговцев нафиг поубивали А чё произошло? Гусь Гайка Гусь-гайка, да? Так, ещё один тайник И ещё один тайник В агропроме Есть И ещё один тайник Вырыжим лесу Уже перевес Опа Так Вроде всё А, вот ещё тут один Не, один живой всё-таки здесь Короче, долговцев тут вальнули Ладно Здорово, Мэн А чё тут у вас происходит? Не ты ли своих вальнул-то? Так Слушайте, у него тут прям вообще всё замечательное По барахлишку-то я смотрю Здравствуй Пиздец Так Короче, чё-то мне это задрало Эта тема Давайте-ка мы знаете, что сделаем Поменяем всё-таки снижу я освещение Бывает, это помогает Ненадолго хватило бы, конечно Всё, игра вообще запускаться не хочет Замечательно Так Короче, меняем тогда настройки графики На полное динамическое освещение Это бывает, что помогает Но не всегда Не всегда, конечно При полном динамическом освещении По-моему, САО сглаживаниями теряем Если не ошибаюсь Да, САО сглаживания теряем При этом, ну, керстью, ладно Как далеко-то я от него сохранился Так, короче, пошли вылеты У меня эта тема как-то вообще не вдохновляет Но это сталкер Это мод Но пишут прям совсем мод стабильный По отзывам прям вообще нету людей вылет Почему у меня вылетает Ну да, освещение стало попроще Но что делать Нету этих мягких сглаживаний В виде ских савов там Далее, ну ладно Лишь бы не вылетало В остальном как бы, ну фиг с ним Крепка, конечно, попроще стало В основном пропали вот эти лучики Которые освещение Больше NBN, который так называемый Если не поможет, тогда будем что-то думать Я не знаю, может снизить Ну тогда они в освещение будут делать Будем другие моменты выравнивать Искать К сожалению, сейчас вот тайники нам О, и не везде все есть, да? Ага Вот так вот, короче Меняется лут Вот так вот, все поменялось, короче Местные складры, железо Так вот Четверо же вроде было Но нет, да Нету вот этих отражений Короче, в общем Минвидиевские эти сглаживания Аж био Что-то С динамика отошло Ладно, хорошо Так Каска Видимо, это тебя Воронин послал Проводить расследование Так точно Какие-нибудь зацепки Не понимаю, зачем меня Воронин послал Причем одного тусоваться под вышкой снайпера У меня лично никаких пока зацепок То вероятнее всего мог это быть Как говорится в сигнале о помощи Посланникам нашими бойцами на базу Это были люди в военной форме У нас давно разорвались отношения с военными Поэтому вероятность атаки с их стороны не исключена Мало того, что парней хороших положили Земля им пухом Так еще и документы отобрали Которые бы могли нашим ученым совершить очередной прорыв в технологиях Притом я никак не пойму Что отряд наших бы забыл В базе анархистов Небось снова хотели напасть на очередной отряд Несмотря на перемирие Свободовцы знают что-нибудь? Вот так они и пустили долговца Я бы, конечно, сменил пол и форму на халат Медсестры расспросил там секспресс С пристрастием Но боюсь, что прорывы страсти нужно Расколюсь перед кем-нибудь И меня захотят раз пять Или шесть В общем, не вариант Долго это время поджимает Знаешь что? Я тут смотрел на снайпера передо мной Вон там чуть ли не прошлый целый день дежурил Пересменки не было Перед ним там То поляна как на ладони Мне кажется, у него есть что нам сказать Так Поговорить со снайпером свободы Прогуляюсь до их базы Тогда узнаю, что к чему Ну, если что, выяснишь Что, дай мне знать Сюда я и Иди Или, чтобы времени не терять Пиши мне на КПК По приватному каналу Плюс-плюс-плюс Медсестра Точка сук Ну, успех Надеюсь, не последний раз Увидимся Хорошо Так Короче, отправился Снайпером перетереть Ну, ладно Ладно Так Как успехи Пока никак Пока Как видишь Проблемы одни кругом Так Ну, блин По тайникам Не дали везде Можно еще знать Как схитрить маленько Сохраниться Выйти из игры Ну, как бы Завершить игру И загрузиться Бывает Помогает Появляются Снова тайнички Ну, тех у кого Ну, потому что Не у всех дали Зараза Так, ну-ка Нифига, да Да, больше, короче Не дают Блин, жаль Так Где четвертый Так Раз Два Три А четвертый Блин, не знаю Так, ну что Пойдемте, наверное Ну, а в любом случае В эту сторону Возвращаться Перетрем со снайпером И пойдем Отсюда На задание Снова всякого Хлама набрал Бегать никак Снапер у нас получается С той стороны По-моему По-моему В оригинале Здесь дырка В заборе Да, была С той стороны А, или там После битвы Пробили Да-да Было дело Я помню Так, а если Выпить Бегать можно? Не, нифига Короче, с перевесом Бегать нельзя Блин, жаль Возвращаться Возвращаться Виня Какой-то Ну, почему-то Я с ним поговорить Не могу А, он не хочет Со мной Разговаривать Так, но Эти мне не нужны Странно Вот ветер А, квестов Чистонаш Почему-то Разговаривай Докладывай Не хочет С нами Пла-пла-ка Ну, ладно Не суть Так Можно здесь Обойти Нам же Направо А, ну может Это по заданиям То есть Могут быть Задания Могут и не быть Да Такое себе О, блин Забрали Так, надо У долговцев Я думаю С фронщика Организовать Так Пойдемте Со снайпером Сначала Перетрем А то Как бы Ходить пешком Не вариант Бегать надо Без вариантов Продолжение следует... Здравствуй, сталкер Что-нибудь знаешь О расстрелянных Накануне Долговцев Ветеранов Не, не знаю Мы немало Долговцев Повалили За последнее время Зачем ты спрашиваешь? Знаешь Что-нибудь Об отряде Скелета? Их расстреляли Ночью Прямо перед Твоей вышкой Скелета? Я не знаю Ночью я не дежурил А парень Стоящий тут Ушел из свободы И двинул Неизвестное направление Общаться с Лукашем Ну ладно До встречи Короче Что-то здесь не то Да? Так Снайпер Свобода Ничего не говорит Об отбитых Долговцев Возможно Лидер Лукаш Расскажет Не больше Ну может быть Может быть Этим наверное Я вряд ли Наверное В игре буду пользоваться Еще я буду Это все Таскать Хранить Блин Все вешает Нехило Это мне по сути Все мешает Бегать Так Подходи Подходи Подобщаемся Так Он-то и не все Покупает Да? Покупает Яхам Ну ладно Тем хотя бы Это продадим Всегда рад Послушать Тех Кому есть Что разгадать Так И один торговец По-моему Возле Лукаша Да? Ага Кто-то по-моему Должен все купить Так Надо не забыть Что с 8 до 9 Задание Но я думаю Нас метка предупредит Наверное Блин Какой здесь Глук громкий Дайте-ка я Игру потише Сделаю Прям Прям сейчас Обращаю внимание Долбит По самое Небалуй Чуть-чуть Чуть-чуть Протише Сделал Прямо Ну как-то Ну его Нафиг Потом Прибавлю Алоха Алоха Гавайц Ты-то купишь Вот это Купишь На забирай Все это Нафиг Кабани Это все Держи Так Держи Гавайц Гавайц Так А по черту Сколько Вот эти Бутыл А 0-1 Вешу Да Ну нет Это я заберу Тогда Уже 19 Уже Дофига На самом деле Да Карты Тоже Наверное Да Вес Име Да Причем Так Это Нехиленький Вес Так А вот Бутылки О О 0-30 Даже Ну блин Продавать Воду Такое себе Удовольствие Ну да Перевесик Конечно У меня Здесь Нехильный Так Ну пойдем Тедас Лукашом Перетрем Заходи Вы Отдохни С дороги Здорово Чувак Знаешь Что-нибудь Об отстрелянном Недавно Отряде Долговцев Ты зачем Это Спрашиваешь Все же Знаете Ты давай Ближе К телу С какой Целью Ими Интересуешься Ваш Снайпер Сказал Что не Видел Никого Я Ищу Тех Кто Их Убил Снайпер Говоришь Ну ладно С чего ты Решил Долгов Помогать Сами Не могут Расхлебать Свою Кашу Причем Тут Долг Эти документы Очень нужны Ученым Ученые Значит Что за Документация Неужели Вы ничего Не знаете Про документы Из лаборатории Который Перехватил Этот Отряд Не имею Ни малейшего Понятия С вышек Видели Бойню На хуторе Между Долговцами И вояками Но мы Не любим Ни тех Ни других И помогать Не стали Естественно Некоторые Парни Туда Ходили После боя Обыскать Тела У нас В группе Принято Так Нашел Что-то Делись Со всеми Но никто Ничего Там Не говорил Про какие-то Документы Уж Не знаю Расспроси Каждого Свободовца В окрестных Зоны Что ли Может Что Выяснишь Так Задание Обновлено Ждать Сигнал Отказки До встречи А почему Подождать Сигнал Отказки Так Свободовцы Молчат Сообщение Так Демидов Каска Это я Я расспросил Пару Свободовцев По поводу Погибшего Отряда Те молчат Надо Как-то Заставить Их Все Рассказать Они Что-то Скрывают Каска Понял Тебя Так Я и думал От них Ты толком Ничего Не выяснишь Значит Так По нашим Данам На базе Свободы Есть один Алкаш Который Легко Разговорить За Проставленный Пузырь Найди И вы узнаете Все Я думаю Искать Его Там Где Разливают Или Где Водку Взять Можно Понял Тебя Найти Доверчивого Свободовцев Блин А я Только Что Водку Продал Так Так По информации Каски На базе Свободы Есть Один Доверчивый Боец Который Можно Разговорить За Бутылку Водки Блин Только Что Вот Дяну Надо Дуду Было Оставить На Всякий Случай Черт Она Придется Снова Сгонять К тому Если У этого Нет Водки Нет Разумеется Я За Ногу А И Сейчас У этого Не будет Где Там Потом Бегать Искать Вот Если Надо Будет Фиг Найдешь Да Блин Продал Уже Второй Раз Кстати Задание С водкой Надо Все Таки Оставлять На Крайняк Подходи Пообщаемся Так Дружище А Вот У тебя Ее До встречи Всегда Рад Послушать Тех Кому Ей Что Рассказать Так Вроде Багром Прекратился Да Можно Прибавить Звучок Прям Долбит Так Нехило Так Дружище Где Ты Ты Что Ну Рассказывай Я Весь Внимание Пашки Что Скажешь Брат Нет Не Ты А Кто Тогда Так Что Там Было В История Блин Ну Какой Из Него Команд Уфу А из Кожи Лезет Все В Его Команд Ну И Какого Хрена Тут Торчиш Спрашивается Так Есть Есть Один Алкаш Который Легко Разговорит На Проставленный Пузырь Искать Вон Там Где У них Разливают Или Где Водку Взять Можно А Алкаш Что-то Алкаша Я особо Тут Не Видел Так Может Этот Все Так Который Там В баре Тусуется Но Этот Не Скажи Что Алкаш Там Тоже Только Не Видно Что Алкашей Было А Вот Этот Наверное Да Не 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 Так Так Ну Это Проводник Он Наверное Вряд Ли Так Вот Этот Может Быть Здравствуй Моя Зачем Пришел Так Самогон Да Возможно Он Знаешь Что-нибудь Об отряде Долготцев О главе Со скелетом Нет Врат Ничего Не Слышал Я Привык Говорить О Долготцев Поговорим Лучше О море Налей Чего Нибудь Так Так Ну Лопнули О море Он Нормально Сидим Так Слыша А ты Был На море Мужик Я Там Служил А Что Скелете Долго Знаешь Да Потом Давай Об этом Начальство Съезд Ну Знаешь А накопай Еще Что-то Охота Вжахнуть Извини Нет Больше Блин Понятно Рад Приветствовать В лучшем Баре Зоны Разговорим Так Накопай Еще Держи Держи Что-то я помню Было подобное Да Задание С поваром Оригинальной Компанией И В этом Техник У нас Еще был Тоже Бухать Любил Ох Как Нормально Так Идет Эх И что Я в зоне Делаю Я Жил На море Балдел От жизни Вот Прям Сейчас Букрым Рванул Ялтва Пальмы Пейзажи Да Брат Так Это Там Долгов Сами Скелетом Ты Вообще Куда Клонишь Мэн Чтобы Я Чтобы Тебе Взял И Подного Что Ты Мысль Прерываешь Мою Достало С Этим Долгов Сами А Давай Канали Мне Еще Так Точно Еще Держи Что Это Какой Самогон Неразговорчив Ну Военный Это Нормальный Такой Э Ловко Ты Это Раз И Новая Бутылка У Тебя Там Склад Что Ли Вот Жестко Так Прямо Сейчас Блин Сколько Там У Тебя Бутылок И Я Так Ну Убитый Долгов Скелет А Скелет Ну Мужик Между Нами Чисто Ладно Ладно Скажу Хорош Ты Человек Ну Мы Один Труп Сюда Приволокли Ну Короче Того Кто Нападал Напал То На Пропустит Тебя 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 Нет Ну Шкафчик Там Есть Один Там Мы Припасли Его БДА Драгоценный Ладно Мужик Давай Я Вздремну Мальца Потом Поговорить Сказкой Ага Ну Хорошо Посидели Да Действительно Хорошо Посидели Так Так Сталкер Барри Дал Мне За 5000 Наводку На Тайник Стоит Сходить Туда И Взять Вещественника Нет Это Не То А Вот Военная Компания Так Развязанная Компания Называется Жда Так Развязанный Самогон Сказал Мне Все Что Нужно Стоит Передать Информацию Каски Решить Что Делать Дальше А каска У нас Это Который Который Сидит Там Да Ну Да Блин Туда Сюда Бегаем Ну Что Выбора Нет В общем Выкладывай Так А во время Подождите Вот Если Вот Еду Отсюда Убрать А на F4 Поставить Вот Бутылочку Во время Бегить Не Будет Нам Прибавляться Нет Хотя У нас Так Иконка Показана Что Бег Доступен Есть Еще Одно Выпить Не Нифига Не прибавляется То есть Наверное Просто Быстрее Прибавляется Во время Стоянки Хотя У нас Перевес Да А ну Да Вес Такой Серьезный Почти Так Сказать Блин Нужен Артам Я не Помню Как он Называется Вспышка Так Ну Чего Там Долго Убили Наемники В военной Форме Один Труп Свободовцы Унесли На базу Все Так Это Наемники Вот Это Плохо Уже Если Документы Попали В руки В военном Я бы Не переживал Так Нам Нужно Заполучить Обратно Известно Что тебе Еще Что Нибудь Его Подали Жит В арсенале Понятно На входе Дежурит Охранник В общем Так Поступила Информация Что скоро У них Должна Начаться Пересменка Ключ Друг Другу Они Передают На место Охранника Взяли Нового Человека Которого В лицо Там Мало Кто Видел А уж Текущий Охранник Точно Ни разу Еще Не Видел Сам Не Понимаю Доверяют Охранять Арсенал Мало Известным Людям Которых Никто Не Знает Ну Да Ладно Нам Это Лишь На руку Сейчас Этот Новый Человек Подходит Базе Идет Со стороны Барьера Надо Как-то Отвлечь Его Ненадолго А знаешь Мне Какая Мысль Пришла В голову Там Ухода На базу Дежурит Свободу Синяк Такой В экзоскелете Видел Такого Скажи Ему Что Ты Настоящий Охранник Но Тебе Известно Что Объявился Самозванец Который Под видом Тебя Хочет Украсть Ключ Охранника Чтобы Его Не Пропускали На базу Пока Ты Там Возишь В Арсенале И Возьми Экипировки Посвободу В ней Ты У них Вызовешь Побольше Доверия Можешь Потом Оставить Ее Себе Комбинезон Ветер Свободу Дал Держать Так Ну Блин Это В Этого Пси Защита Конечно Поинтересней Но Сейчас Пипец Нам Для Задания 55 Так Давайте Это Пока Наверное Мы Здесь Оставим Надеюсь Не Заберут Как Б Мне Сейчас Перевес Но Вообще Не Вариант Как Нафиг Не Так Возвращаемся Так Назад Короче Что-то Все Мутят 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 Блин Так Ну Смотрите Освещение Поменял Вроде Как Вылетать Перестало Да Ну Да Единственное Что Фишки Nvidia Пропали Небо Стало Не Такое Как Бы Почему Анимированное До Этого Анимированное Не Было Странно Странно С Этими Освещениями Разными Ну Вдалеке Более Так Видно Что Нет Всяких Бликов H.B.A.O. Которые Надо Фикс Пусть Лучше Не Вылетает Так Вот И Квест Твой Персонаж Давненько Не Сохраняли Скорей О Здорово Чувак Приветствую Вас Я Ваш Новый Охранник Хочу Сообщить Крайне Важную Весть Я Тебя Слушаю От Бара Сюда К вам Направляется Человек Который Может Предоставиться Мною И Сказать Что Новый Охранник Есть Информация Что Он Самозванец И Пытается Воспользоваться Моим Именем Чтобы Пробраться На Склад И Заполучить Ваше Угрожает Вашей Безопасности Примите Меры Я Даже Не Знаю Вроде Говоришь Уверенно Ладно Сталки Вступай К бегемоту Тогда Я Сам Потом Узнаю Что Мне Будет Нужно Смотри Только Смену Свою Не Профукай Поговорит С охранником Арсенала Понял Вас Короче Все Туда Сюда Да Так Свободой С которой Направился Баз Задержан Теперь Как можно Скорее Необходимо Получить Ключ От Арсенала Ныщу Свободу С Забрать Когда Что Скажешь Брат Все Равно Вылетела Игра Так Короче Значит Не Помогает Этот Ярлык Все Нахер Вариантов Несколько Можно Еще Попробовать Давайте Значит Так Вернем Освещение Назад Она Почему-то После Вылета Даже Кстати Не Запускается Как У меня У меня У меня Такая Тема Конечно Ну Блин Ну Это Сталкер Вечные Валетоны Но Что-то Прямо До Этого Как бы Проходили Другие Моды Прямо Чтобы Так 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 Проблемы Я Помню Даже Один Мод Из-за Этого Как Б Скипнул Потому Что Вот Так Началось Вылетать Вылетать Это Невозможно Давайте Короче Сейчас Освещение Вернем Назад Даже Можно Будет Куда Нибудь Директ X10 Давайте Включим Но Короче Включим Вот Это Вот Может Что-то Поможет Одиннадцатый Как бы Нафиг Там Мыло Сразу Шрифт Мылен Становится Мне Не Нравится Так Применить Окей Так Выйти Потом Далее Берем С Максимальных Настроек Убавляем На высокий По умолчанию Может Быть Тоже Может Поможет Так Максимально Давайте На высокие Не Сильно Разница Уж Там И Будет Так Чтобы Сказать Там Перезагрузить Еще Блин Мое Перезагрузим Так Сейчас Посмотрим Что Там В Десятом Как бы Там Еще Добавляются Фишки Это Новое Освещение Там Так С Освещением Связано Так Дальность Объектов Пониже Качество Текстур Также Кстати Можно Такать Ну ладно Пусть Пока То есть Что Качество Текстур Можно Понять Так Фильтрация Сглаживание Нафиг Плотность Травы Так Качество Теней Цвет Фонарик Так Так Качество Солнце Среднее Случит Солнце Среднее Так Вот Режим Сау Это Да На Директ Иксе Которые Аж Биау Так Ладно Пусть Будет Это Инвидиевская Тема Так Качество Сау Среднее Здесь Остается Вертикал Нафиг Вот Это Добавляется Объемный Свет Объемная Частица Но Это Новолитона Не сильно Влияет На самом Деле Так Все Окей Перезагружу И Буквально На Одну Минуту Отойду Вернусь И Продолжим С вами А то Что-то Я не знаю Ну Блин Если Так Продолжи Дальше Ребят Вылетать Ну Блин Не хочется Не хочется С этим Модом Ну Так Сказать Прощаться Потому Что Мод Так Клевый Сюжет Так Классно Есть Еще Один Мод Который Я Очень Хотел Это Аномалия Называется Ну Я думаю Все Про Ню Прекрасно Слышали Вот Тоже Сколько Смотрел Вроде Не Замечал Такого Что Там Чет Какие Лаги Были Там Ладно Все Давайте Маленько Передохнем Пойду Чекусь Обновлю И Продолжим Дальше Скоро Буду Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше Старые моды Прям 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 За одним Не Туда Сюда Как бы печально Все Ах Блин Пипец Короче Просто Пипец Обидно Конечно Обидно Надеюсь Что STALKER 2 Все Таким Ну Сколько Уже Более Дести лет Даже Будем Вся Модлинская Тема Живет Что Он Реал Инжайм Не Будет таких косяков на на нем что надо делать все-таки в на том движке уже будут делать к более качественно вот вроде бы версии 1 и 3 патчи последняя нифига тут не помогает блин а сохранился я еще до того как бухал да а нет не до того как бухалок до того как вот хорошо что сохранил но если короче будет продолжаться но тогда блин этот мод увы тогда последний мод который я бы хотел посмотреть еще много то модов всяких разных ну терпеть ну тоже там и гср вылетает там постоянно тоже жалобы людей этот какого мод вылетает который я бы хотел тоже посмотреть не тайны тропы 2 тоже не стабильно нифига тоже достаточно хорошим вот и фотограф тоже там полин можно проходить конечно можно это все терпеть но одно делать надо делать там на стриме прям но это не очень но смотрите по директах 10 игра по подольше загрузится ну надеюсь это поможет а вот почему-то когда директ сайт x11 ты ставишь на в игре такой мутный шериф появляется можешь на md процессорах игра не хочет как бы работать ну да освещение сразу лучше так ну да получше освещение стало текстуры видно чуть чуть попроще ну прям совсем человек мир сказать чтобы уж там какая-то разница сильно велика ведь и так при осве при директ x и появляются эти фишки всякие с освещением прочее ничего на обычно на статике нет так я вылетела до игра стань любопытный дань любопытный мэн катись колпаска отсюда под построен воспрещен так я ваш новый охранник пришел на пересменку хотя лукаш прислал ну тогда держи ключ смотри чтоб ни одна крыса не проникла вас понял забрать по да у нифига здесь все можно забрать это я унести не смогу так надеюсь тут не на время это все дело да вот он куда так сейчас погодите спада пока неплохо тут свободовцы себя поналожили то неплохо и костюм здесь свободовцев так что у меня по весу пока нормально перевес начинается так не могу да а вот это за а вот эти пушки нельзя забрать ах ты ж блин а я то думал можно эти пушечки забрать а нифига со снайперским прицелом блин какой облом это что такое было блин а думаю игра а вот эти пушки забрать нельзя ну е-мое жаль ладно так забираем да да так вернуться к каске вроде все забрал так давайте продадим такая то есть отличие от этого не то же самое да подходи брат у меня как в греции все есть я как в греции все есть так ну всегда прикольно пистолетик конечно так дружище давай-ка я тебе твои же вещи продам боли 3000 до 15 стоило то броня стоило 15 так на себе ну тоже неплохо надеюсь нас не впалят за это дело кто фиг его знает это мне тоже не надо наверно вряд ли будет пользоваться так но зато набрали вот этих патронов неплохо очень неплохо очень неплохо на 1 1000 на так вот эти бутылки я заберу пацана уже я думаю вылазки у нас еще не 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 хилы в игре будут так подашка так ну вот кудесника да а у вас в атаку на руке откуда надо разном жаль только с долгом цепи тусоваться нет не то так подождите а какой по дата мы забрали так а пока васильева сентаря нет это не тот к пока козловского рыжий лес нет не то к пока кудесника так последняя заметка если кто-то найдет мой пда значит я уже мертвы вы нашли меня скорее всего в этом чертовом комплексе вы никогда не имеете дела с наемниками эти мрази сами никого просто так не убирают а всякую бандитскую шваль за гроши заставляет руки пачкать черт ученый этот еще куда-то делся наверное обратился уже проклятье кровь все хлещет пули мне не вытащить похоже конечно мой настал это уже было к пока наемника последнее сообщение получено душманов форму на деле изумительно приступайте к операции как говорилось ваша задача что-то быть бумажки этот эти так говорить не стану так что лучше заставить врасплох и забрать то что нам нужно а вот по-моему вот это так это самом начале так вот еще ну так вот есть не короче был так но он не сказал не вздумай отойти а если мы отойдем но на нас могут свободовцы наверное согреться ну ладно сохранение у нас было так блин жаль вот эти пушки забрать нельзя но фиг с ним так идемте ну ладно чтобы они на нас это что скажешь брат а то это может все она для нас печально закончится в общем выкладывай эй а ну постой синяк ты про этого человека говорил что он самозванет и хочешь путем обману доступ получить на наш склад а это что такое ты не отвечай мне тут вопросом на вопрос я четко спросил ты говорил про этого человека мне пришлось это сделать вы скрывали очень важную информацию которая касается ученых так это ты оказывается крыса еще наших людей гонишь короче сообщение нашему командиру мы уже отправили макс будет здесь минуту на минуту пока проходи в эту будку и постарайся давать ответы на его вопросы максимально честно опа они все просто так да но говори stalker что ты забыл в нашем арсенале зачем путем обману ты решил получить ему доступ мне нужен был кпк наемника так как наемники украли важные документы ты долгу помогаешь можно соврать что и да я помогаю долгу я помогаю ученым сказать ну ну а почему тогда видели как убили вы именно долговцев а про ученых вообще слышу впервые их наняли ученые так как долговцы несли важные научные сведения но на них напали наемники поэтому мне нужен был кпк одного из них допустим я тебе поверил что ж повезло тебе парень что никто не пострадал так придется мне показать у тебя этот кпк так как сам понимаешь что теперь принадлежит нам но я не такой зверь как лукаш поэтому иди на все четыре стороны мы тебя отпускаем ночью вижу еще раз что ты тусуешься возле нашего арсенала мы тебя скорыми кровососом в деревне хорошо я вас понял да не обновлено верну заказки так погодите а если я так а если попробовать по-другому решить вопрос да короче палят так а по-другому с базы не выйти да а ну да здесь выход это нет другого тут то нет выходов никаких блин ну ладно тут без вариантов короче скажешь брат да тут без вариантов а если ответить что да я тут ни при чем ты мне что-то обманывать будешь человека который стоит передо мной я уже видел но я не знал что он устроился работать у нас охранником а вот твое рыло я вижу впервые и ты мне жуть как не нравишься ну короче сообщение нашего так то же самое будем пока оформлять протокол по уголовному делу статья и 158 их я шучу да понял а если сказать этому что я надолгу помогаю так я помогаю долгу но благодарю тебя за честность а скажи мне зачем тебе понадобилось помогать этим воякам их наняли ученые так как долговцы несли важные научные сведения но на них напали наемники поэтому мне нужен был кпк одного из них а все равно теряется да так ну понятно короче тут или соврать или правду ответить ну блин короче без вариантов кпк мы теряем да потому что по другому с базы то не выбраться а даже есть так давайте рассказывай я весь внимание не по-моему с базы выйти по-другому нельзя это как бы специально сделано да то есть лучше не врать короче я посмотрю сейчас может быть все таки можно не по-моему тут наверное блин раньше бы в оригинале была дыра что скажешь брат да не 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 короче не избавить то есть в любом случае теряем кпк потому что другого выхода нет вы говорите на русском странный вопрос м привет ты же написал по-русски даже меня слышишь значит я говорю на русском интересно вопрос так ладно давайте короче поле рассказывая весь внимание жаль что тут так конечно все это решается так так мне пришлось это делать так короче он предупреждает чтобы я ответы максимально честно на него давал так не нужен был кпк наеме которые выиграли документы вот он спрашивает ты долгу помогаешь то есть если ответить ученым ведь он может пробить по сути да но можем сказать правду да я помогают долгу но благодарю тебя за честность а скажи мне зачем тебе понадобилось помогать этим воякам их наняли ученые так как долговцы неслим важные научные сведения но на них напали наемники поэтому мне нужен был кпк одного из них ну да это более честный диалог допустим я тебе поверю что повезло тебе парень что никто не пострадал так придется мне показать тебя этот кпк так как сам понимаешь что он тебе принадлежит нам но я не такой зверь как лукаш поэтому иди на все четыре стороны мы тебя отпускаем но учти увижу еще раз что ты тусуешься возле нашего арсенала мы тебя скормим кровососом деревне хорошо я вас понял вернуться к каске мне теперь известно кто стоит за убийством отряда ветеранов долговцы это наемники необходимо доложить следовательно долго найдено информацию воронин сталкер это воронин ты где пропадаешь иди сюда на базу нам нужна важная нам важная информация поступила положить воронину надо так блин до воронина у нас тут еще задание и дел пресс хочу поменялось задание а смотрите задание поменялось так до задания обновлено а это так вот задание и по каске так вернуться к каске потом воронин пишет так это воронин где пропадаешь иди сюда база на важную информацию поступила задание обновлено военная компания доложить воронину до обновилась короче дальше к воронину но это топ задание как бы ну я думаю воронин подождет так у нас еще здесь куча вон всего интересного есть так этот нас будет ждать 8 в 9 так давайте в озеро мутант усвободаться макса из поручения необходимо пробраться в бирже от тронувшего сталкера забрать у него есть так давайте до сюда но перед этим все таки я сделаю здесь сохранение мало ли что-то пойдет не так такая а я еще бы я хотел наведаться все-таки ну посмотреть потому что задание пропало и что нам скажет этот типочек который там тусуется просто ради так сказать любопытство так время уже 6 вечера ну пока ладно пару заданий еще успеем до 8 сделать давить освещение на директ x10 как она по получше до сделано так а он пропал нету короче этого типа короче короче исчез и положил сюда нам вещи да так ладно забираем все все таки вот эта броня мне больше нравится у нее защита получше и броня как бы выше а зачем нам он вещи оставил ну ладно окей походу он ушел на базу еще раз проверить это они вроде больше не появляются так все уходим так давайте до оденем эту броню блин снова тогда надо как торговцы еще навязываться полин броню продать и он делал пучки дрючки ну да как ни крути на 10 директиксе как-то покрасивейше да выглядит но отражение вот этот туман объемные лучи объемные появились чего нету на девятом директе 11 кстати от 10 чем отличается 11 добавляет дисселяцию ну то есть еще лучше как бы там какое-то освещение но при нем при этом начинается какая-то почему-то мутная картинка что в оригинале что в модах прям шериф мутный становится ну прям ерунда какая-то вообще не круто но более такая мыльная появляется картинка но она еще больше дает всяких разных сглаживаний в основном добавляйте селятся быстро тебя на тот свет справа не убирай волыну к черный чуваки чтобы они шаги так но окей максу значит правду сказали да что там с воронином будет непонятно это в будущем разберется нам чуть-чуть и нам есть удоб задания причем возвращаться назад что скажешь брат скажешь брат не ну спасибо конечно ему что он нам оставил эти патроны все дела блин у меня патронов короче опять ну рассказывай я весь внимание завал но это все нам надо алоха 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 так держи броню две три тысячи до не лишние так не больше я короче пока не буду брать этого дела так уже держи 59 да мы короче меня патроны дофига вешают да давайте ладно короче чем мы сделаем так мы сделаем вот так вот это разрядить разрядить так вот эти можно продать бронированные до патроны вешаю дофига но полина сбавляться от патронов как бы не очень хорошо как бы нам это надо все что дальше будут кровососы мутанты все дела до можно конечно здесь хрончи какой-нибудь сделать я не знаю приближаться сюда нельзя я понял так а где тут у нас на базе так место сна квестовый персонаж так если у нас тут где-нибудь может быть выложить пока можно ты заглядывай тут весело бывает весело бывает а вот по моему сундук не да тут есть ящик давайте в него наверно со складируем мы пока патроны не бронебойные короче и пока заберем как-то так да видите сразу вещи меньше весу стало да скорее всего вес из-за этого еще у нас патрон дофига рыча ставим здесь патроны вот это вот можно тоже оставить я думаю так можно в принципе хавку выложить тоже весит немало антират выложить я смотрю тут в принципе у нас не воруют но по крайней мере я на это надеюсь так вот у показ так 40 веса на аптечки как бы нет аптечки выкладывать не будем это короче оставим по крайней мере сюда мы еще придем не раз так мы сможем бегать так теперь погнали вот на это задание короче тут максу помочь надо так до восьми осталось что скажешь брат два часа ой а чё ты такой воинственный ствол спрячь так здесь у нас мины до надо аккуратненько тут надо притащить макс не помню не надо знать бы где тут эти минами ну да вот водичка всякие вот эти эффекты блять на десятом директ икси сильно броню попавшего блять нехило да давайте попробуем эту мину все-таки обижать что-то ни хера себе так чуть-чуть правее на так она мина если кстати кидать можно нет помогает или не помогает забавно забавно короче его надо убить да ведь зомбированного а зомбирована нас я смотрю еще и да блин 5 есть счет косичнул маленько сейчас погодите дать к еще раз болен перезарядку надо было сделать невнимательно посмотрю давай свободен болен у него еще и тут броня да сколько здесь комбинезонов то свобода и ну денежка нам конечно не лишняя как ни крути так это на продажу все иван перко какой-то здесь монолит очень плохо все очень плохо да так вот это можно продать он тут блин верку леса у него здесь так надо еще перезарядить нам грозу да вот так отнеси заказчику груз но это назад к максу короче давайте на всякий случай вот этот комбинезон оденем даже если нас покоцают нам угла на продать ой 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 они просто так ли все да нифига себе нормально тело движения начались ну чё где он а то есть наверно пока эти убежать я главное не могу как же так то это же подорвался дать ими чуть-чуть левее надо было взять сама обидно я и бежать не могу да мы же отсюда пришли так а выстрелная на прямо не час этих не сотрите не приманил не приманил так нормально так есть небольшой контейнер средней тяжести что внутри по звуку не определить таким кейсом очень интересовался свободовец макс так нести заказчику груз ящик у меня нужен черепе сего полевому командиру максу тут опять же тема такая да то есть мы помогаем и тому и тому я хочу на море на как одеваем это назад это это откуда тут не понял мутантов откуда здесь карты это появились вы чё блин тут стоите ничего не видите у вас тут мутанты под боком и не видит главное ничего тоже блин в общем выкладывай выкладывай где бинокль там руках подходи подходи у меня как в греции все есть так держи гречанин пятерочка это нафиг все остальное все нужно покидала на этом все так единственно что мы до заберем патронов сейчас на кровососов пойдем кровососы нам дадут сказать свою так радиация я не знаю будет там нет давайте возьмем так это пока ставим так время уже 714 да как бы блин посередине так сказать подходи пообщаемся здорово чувак посмотрите даже после того что случилось он все равно с нами общается так я принес кейс отлично спасибо тебе держи свою награду так потерян кейс сумасшество сталкера лукаш сталкер лукаш зайди ко мне есть о чем поговорить так получен 3500 дал три аптечки взять кейс задание выполнено новое задание поговорить с лукашом так все то есть я надеюсь что он не сильно на нас рассерчал за то дело ну ладно так чё там лукаш хочет так паяльник это у нас основной квест так попадая вызывает лидер свобода только общаться не узнать что ему нужно туда-сюда туда-сюда это надо от нас что-то надо да вот эти освещение от лампочек она являлись блики всякие разные здравствуй мэн аюшки какие у тебя дела есть у нас группировки завелась крыса сливает инфу каким-то другим крысам надо проследить за ним убить его его сообщников хорошо я помогу тебе замечательно по моим данным он должен быть где-то на север не наши базы проследи за ним но раньше времени не убивай не подходи к нему чересчур близко чтобы он тебя не засек как только он придет к своим сообщником всех убей как собак так и пошел гром да да пошел гром проследить за степаном блин у меня времени тут для твоего задания как асипа степан-то у нас где-то далековато так погодите давайте-ка здесь мы сейчас это не загрузимся я думаю пока рановато это брать задание то есть не туда пока во первых не по пути уж то еще деревня кровососом во вторых чуть попозже нам есть еще чем здесь заняться как раз сейчас про к пройдет гром мы выполним вот это вот задание верт встретиться сталкиваем завален в заваленном туннеле и потом короче пойдем сюда надо вот это все забрать пост проверить проверить что у нас здесь потом сюда сходить поговорить все это собрать у нас два задания здесь у нас лучшина и винтовка и потерянное оружие блин еще и место ведь надо нам в инвентаре выбросы что так выбросы то часто так главное чтобы нам тут наш тайничок это не облутали патронами хотя вот здесь красиво можно выброс посмотреть здесь у нас постоять она смотрим что чуть-чинк кто-чинк как чтобы может как я Часто выбросы идут. Часто. Вот как громко то, а. Трясет по самой неболой Так, ладно Да, идем сюда, сейчас тут мы проверяем, что у нас Подходи, брат, у меня как в Греции, все есть Гавайцы, как обычно, в своем репертуаре, да? Как в Греции Ну что, там выброс, долго нет? Да, не, а вы планили, все, готово Блин, это гату, да? Освещение от выброса такое Так Ладно, отправляемся, короче Вы, блин, на пост давайте, могут Монстры на вас А нападают, е-мое Так, ну что, предлагаю идти пока по доп-заданиям Тут у нас основное поговорить с паяльником Ну да, надо выполнить доп-задания, потом уже На основной эти Так, сколько у нас уже стрим идет? Четыре часа Ну я думаю еще часик И на этом со сталкером сегодня все Потом я отдохну, вернусь и уже продолжим другую игру Так, отлично О, тут у нас ребята какие-то квестовые есть Сделали у вас сталкерюги А вы что, прям выброс здесь пережидаете, что ли? А вот такое вам как Бродяги Здорово Соловей, ну как успехи? Так Каланча знает, что охрене узнает, что такое Я кажу, каланчу знает, что должен, бывает А, стопэ Стопэ, какой Кой, что я наделал У нас задание здесь встретиться в 8 часов Ой-ой-ой Блин, про это-то я забыл Так, возвращаем У меня же просил этот стал Там Бодовиц с ним пересечься Блин, ё-моё, как время быстро пролетело Я что-то совсем Вот совсем из головы вылетело Бывает Убирай валы, Нукчерк Да, иди-то Так, 8.31, но он с 8 до 9 говорил Надеюсь, не поздно уже Да, вон он тусуется Сейчас нас в лабораторию, наверное, попросят сходить Только не это Да, вот он у нас Так, дружище, а тут осталось А, лабораторию завалили Здесь теперь уже в нее не попасть, да Так, ну что у тебя Джек, рад вновь тебя видеть В общем, слушай Ты, наверное, не слыхал о том, что постоянно кто-то нападает на сталкеров ночью на дороге от бара в сторону развилки Причем нападают именно на одиноких сталкеров Действуют профессионально Оставляют лишь убитое тело Остальное все, что с собой забирает Видать, гады знают, что с наших вышек снайперам ничего не видно И поэтому специально действуют ночью Да, еще и с глушителями Видимо, раз выстрелов не видно и не слышно Я специально позвал тебя сюда Так как я подозреваю, что совершают нападение именно люди, связанные с нашей группировкой И такое дело нельзя обсуждать прямо в баре на глазах у всех А что ты от меня хочешь? У меня вот буквально недавно идея одна появилась Но только тебе она вряд ли понравится Я хотел бы, что кто-нибудь один без напарников просто пошел по этой самой дороге ночью А я со своим напарником буду стеречь в кустах И ждать момента, когда появятся грабители Потом мы вместе нападем на них Ну что, согласишься принять роль такого одиночки? Хорошо, поможем Прекрасно, ну что ж, в полночь мы будем там Ты просто спокойным шагом иди поодин по дороге Будто ты обычный сталкер и ничего не подозреваешь Мы сами в кустах будем бандитов поджидать Все понял? Думаю, да Так, отправиться к месту ограбления Так И где это? А, это вот здесь вот Так, мне стало известно о ночных нападениях на одиноких сталкеров На дороге со стороны барок развилки Свободы Джек мне предложил план Я в полночь отправлюсь по этому пути, пока на меня не нападут А затем вместе со свободов с моим напарником Кантамин, нападение грабителей Полночь, да? Ну, блин, до полночи еще время есть Ну, по сути, можно пока тут Вот с этим еще перетереть А потом сюда пойдем, да? Спокойной душой Хороший класс Не, ну мод вообще отличный То есть, прямо дополнительные задания радуют Прям хороший мод, мне нравится Ну, блин, вот это Ну, пока, тву-тву-тву Я надеюсь, что вот эти настройки Может, директ X10 или еще что-то Ну, вылетон это PCS Я не знаю, что игра за Кипишевала Начала вылетать Ну, если с такими настройками все будет идеально То у меня все устраивает Тут что-то какая-то ерундия не стала Вылет, 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 вылет Ну, нафиг Хотя, по отзывам и все пишут, что вальтонов мало Ну, может, на МД Ну, причин может быть масса Материнская плата Чувак, мир Ствол спрячь, ага Процессоры все-таки Intel больше предпочитают оптимизировать У меня МДшный простор Тоже, как таковое Хочешь нас и ядерный Но все же Есть нюансы Так, давайте вот сюда вернемся Поверим что-то Там, по-моему, бородает Который назвал Время еще есть Не хочется, конечно, ночью бродить Темно, все дела Красиво, конечно Так, ребята Что у вас тут еще интересного Я с тобой не договорил Так, кто бы мог предложить работу Да я бы сам не прочел знать Так, Ант, что на у вас в зоне знаешь А, не боюсь яйцеголовые В лаборатории их не наворотили Чего-то не того Раньше мертвяка Мало где встретить можно было А сейчас они от комплекса Так и пруд Главное бродят Так, как будто потеряли чего И ищут Понял Я даже слепой А вы что, прям на выбросах Здесь ты Здоров О-о-о Диодор, ты что ли, дружище Это же, который у нас на корабле Был в Зове Припяти, да? Точно А что это его Сюда посадили Ха-а, нифига себе Приятно видеть Как дела, сталкер? У тебя есть задание? Я охотник и являюсь крупным, судя по габаритам Представителем клана охотники Даю желающим различные небольшие поручения На ликвидацию стаи мутантов Как тебе по духу? Эээ Вполне Хорошо Тут на западе группа кабанов Прямо рядом с нами поселилась Устрани ее Когда убьешь их Иди на восток вертолета Устрани еще одну группу Плоти и собак Придачи А, понятно Ну, хорошо, сделаю Короче, дал задание, да? Ну, в принципе Время позволяет нам Петерочки понаводить Почему нет? А вертолет не сам? Блин, а вертолет-то у нас вот здесь А тут еще и схрончик у нас возле Ну, в принципе Нам все по пути По заданию Ну, так что Без осечек Да, без осечек Да, уже слышу эти, блин Черт О Патроны хорошие Но, блин, весит дофига Я думаю, я однажды Я однажды найду эту кошку Однажды я эту кошечку найду Она против прямо Помните, кто в моде Кто-то был на стриме Или видел видео Там, когда мы из лаборатории выбирались Была куча, куча, стая Вообще Всей живности, которой можно в игре С одной лабораторией По узкому проходу И эта пушка мне реально там Помогала Так Ликвидировать мутантов у вертолета Окей Так Стопы, заберем Что найдем? Потому что они так это Нормально Стоит Так А что меня там укусил, что ли, мутантик Так Вертолет Ну, блин, вертолет Это здесь А, возле вертолета Так А сколько время? 10 Да Ну, пока туда Сюда я пока заходить не хочу Здесь, блин, кровососы А вот сюда Вот бы можно было сгонять Почему нет Ну и прям Тут как-то тиховато В одном из модов Я помню Здесь было прям Не пройти Бегать аж Приходилось Убегать Столько уже Всяких было Песец Разновидностей Обязательно он с мочу, конечно Но вон они все Так Еще, походу, где-то один, да? А А, убежал Убежал Так, ладно Потом приник Туда же ты свалил-то, а? Тут бегать еще быстро Так Так Что же из слепых псов? А вот это проблема Вот это уже проблема Так Где тут тайник Так Так Слепых псов Ну, в принципе Нам в вертолетах Как-то как бы надо Так Так, а что у нас там Второе задание Какое было Так Сталкер Барри Дал мне на За 5000 наводку На тайник Сходить Туда и взять Вещи с тайника Так Время 22.01 Вот слепые псы Проблема Туда дальше Убежал, да? Так Давайте тайник Значит Сначала возьмем Уходим Так Вот он Да, тайничок Наверное Да Ох тыж Бетон 30 килограмм Ну, блин Радиация Плюс 5 Плюс 15 Плюс 15 Плюс стойка Заживление ран Плюс 6 Да, хорош Снать Да, не выполнено Да, неплохо Так А тут Тут он Так Пес бы не убежал Нет, вроде Пока не убегает Кто-то есть А, тут бригада Целая охраняет Да Воюет С кем-то С кем они здесь Мужики Вы с кем воюете Ну, их тут много Я думаю Тут все нормально Должно быть А что происходит Э Что ты с моим персонажем Не понял Блин, у меня Время нету Сейчас вот этим Задима Коготь Ну что, очнулся Походу Нехило тебе В этот арт По мозгам дал Что случилось Кто ты Ты купил информацию В тайнике А там артефакт С изумительными свойствами Так, а потом Тебя внезапно Вырубило Все так и было Вот же сволочи Работают по своей Старой схеме Короче, тебя вырубило Из-за того артефакта Который ты нашел Понятия не имею Где бревно Со своими клевритами Нашел его Но при контакте С кожей В артефакте Начинается Химическая реакция В результате которой Он испускается Гуски невидимого газа Не знаю Какого состава Но он удурманивает человека Затем Неносно Погружает в солнце Проявляться ему Бесполезно Откуда ты Это все знаешь Я сам оказался В такой ситуации Будем знакомы Меня С вояки Когтем скличут Как-то раз На свалке Мне попался Этот самый Сталкер По прозвищу Бревно И предлагал мне Схрон за 5000 Купить Но я молод Еще был Повелся Купил Потом иду По координатам Нахожу тайник А в нем И в самом деле Нехилый Такой артефакт Я даже сам удивился Такое внезапное чувство Легкости дает Тому кто его вносит Повесил значит Са его себе на пояс Иду довольный Ничего не подозреваю Тут бы то Откуда бы то Газы какие то выходят Звук слышу Ничего не понимаю Иду снова Потом внезапно Как по голове ударило Все поплываю Потом оказываюсь В подвале Одной из зданий При мне ничего нет Ни денег Ни снаряжения Как не пытался Я разобраться И хотя бы вспомнить Что было никак Хоть у меня снаряжения Было не очень много Но все равно обидно Прошло какое то время Я более менее освоился В зоне Пришел сюда на склады Далее смотрю Какие то Люди сталкеры Тащу в сторону башни Приглядываюсь Это те самые Которые грабанули меня Когда то Иду по следу Смотрю Они карманы Обворовывают твои Из рюкзака Все вытаскивают И себе у них Крутые стволы были Сунца я не решился Из их бурных разговоров Я понял Что они организовали Что то типа лагеря Возле завода Янтарь Как они ушли Я к тебе пришел Ждал пока ты проснешься С того самого момента Чуть менее часа уже прошло И что делать дальше Слушай Пока ты был в отключе Я обдумал и решил Что нужно избавиться От их грабителей Раз навсегда Чтобы больше Не смели обворовывать Честных ребят Они у меня забрали Все снаряжение Как я буду сражаться У меня мой сломанный обрез Завалялся на дне сумки И вот две пачки патронов Я дам тебе перед атакой Короче план Пока такой Пока на янтарь На их лагерь С остальных глянем А потом решим Как лучше нападать Будем устраивать Вполне Хорошо Тогда след за мной А ну короче Тут задание У нас целое Блин Ну стоп Твою мать Где я последний раз Сохранялся На основное сохранение Далековато По-моему То есть у меня Еще и вещи Все мои забрали Да Так Пока мы шли К этой трубе Я заметил Что их где-то Около пяти человек Трое сидят у костра Двое патрулируют местность Возможно Кто-то еще есть в автобусе Я предполагаю Такой план Атакуем с разных позиций Ты атакуешь их в лагерь С холма Я пойду по этой трубе Я атакую их с подтяжка Так мы сможем Заставить их в расплох Нормальный план Возмездие атаковать Сталкиваем в лагерь Глобителей Думаю Меня устроит О, так Я на янтаре оказался Так, ну понятно Короче, ладно Это надо потом А, последний раз А ну, кстати Ну, блин, да Перед кабанами Но это лучше, чем бы Я бы вообще Не перед этим сохранял Короче, перед артом Я сохранялся Блин, ну прикольно С одной стороны весело Но надо готовым быть К этому заданию, да? Так-то если разобраться Сейчас, как бы Это не вариант Потому что шли По одним делам Тут те раз-раз Тебе вообще Куда-то на янтарь перекинули И еще без своих вещей Просто супер Единственное Что вот я не посмотрел Что они у меня забрали Так, это было Перед тем, как я артил, да? А, нет, после Да, застучало сердце Короче Пою мать Это было после Вот это обидно Это, конечно, обидно Блин, а я последний раз Сохранялся перед складом Так, а что они у меня забрали? Что они забирают? Блин, я не люблю Вот эти всталкеры дела Когда начинают Вот эти все сборы Заборы И прочую всякую хрень Блин, я сохранился уже Вот Твою за ногу Обидно Но бывает Что поделать Игра окончена вообще Да, здесь я смотрю У меня Собака нас съела 11-ой, как я давно сохранял 10 минут назад По-моему, я сохранял Перед тем, как пойти к этому Да Да, перед тем, как заводится Короче, вот сюда нам надо Блин Но это лучше, чем бы Если бы я бы вообще не сохранил И перед, ну да Вот, блин, задание с этим артом, а Замутили Ну, что так резко потемнело Ну, бывает Жизнь и огорчение Так, ну что Погнали, короче, да Так, хорошо, поможем Так, отправиться к месту ограбления Полночь Давайте тем же макаром Кабаны там туда-сюда А потом уже Полночь Полночь 12 Так Подняться на верже вроде, да Можно Как-то было Что-то там, да Что-то начал задыхаться-то Чувак, мир Убирай волыну Черт Так, ну перед этим заданием Надо будет все тогда выложить Конкретно Ну, потом уже, разумеется И, как говорится Вперед из песни На янтарь Ну, сейчас, как бы, это вообще не вариант Так, давайте, да Вот это вот сначала задание выполним Раз уже будет 11 Диодор, да Блин, подставили, а Ну, зато проверили тайники По крайней мере Не те же самые Блин, конечно, ночью охоту устраивает Такое себе удовольствие, но Время позволяет О, блин, а Приперся сюда Кабанюга Так Так Что за дохлик Так 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 понимаю, там бандюки сидят С которыми Потом надо перетереть будет Так А, блин Мать, плоть напугала Где еще одна А, надо бегать А, надо бегать Так Аккуратненько С вертолетом Тогда фиг с ним Потом А, один Добро Слетится Тут почему-то все равно В этом месте Заметьте Сердце Как долбит Но это, наверное, арт Так долбит Так, ну ладно Фиг с ним Так, сколько Время полдесятого Вращаемся Еще плюс у меня здоровье Смотрю там Все печально Время поле Прокусила И прокусила Плачь Хотя броню Не сильно Покусала Так, опять 25 Да что ты будешь С этими Людьми делать Удачу Удачу надоели свою всякую фигню чат писать идите в других местах расскажите здорово как дела стал я уничтожил логову мутантов молодец охотник я начинаю доверять тебе даже вот тебе награда 1500 все что ли а больше нет заданий так как дела я хочу выполнить еще поручением хорошо раз хочешь тут деревне обитает стая кровососов убей их всех затем возвращайся вот сделано до встречи ну нам как бы в деревню надо да тут у нас помимо этого еще есть задание по поводу поиска пушки там какой-то да где-то так вроде бы не одену было так я дар дал мне новое задание но на убийство мутантов термины нужно уничтожить все кровососы в деревне так а вот 5000 на тайник было задание вот достать оружию бандитов так это здесь найти пропавшую а это тоже здесь же но это вместе с диодором два задания сразу в одном так ну давайте основное то конечно вот это здание надо проверить чудом получится не получится да я хочу в это кровососа пойти убивать не ночью ночью такой себе ночью как бы не вариант нифига не видно поле часа здесь на меня нападу да по-любому что-нибудь позабирают урода так смотрите патроны достаточно быстро заканчиваются у нас найдем из питочка вам большую большую секрет ничего не знаем о нем они это нет и нет так главное чтобы нас не не обокрали все остальное пофигу ну да он сказал в полночь блин надо полночь еще время есть до так шелука что-то задание дает это прям вот это задание прям совсем потом уже когда после воронина я думаю даже так но блин еще два часа целую до на без вариантов долго ждать давайте поспим надо как раз выложим вот эти патроны там уже решим мы с ними выложим вот эти патроны выложим вот эти патроны о привет хорош в андре андре привет откуда у тебя для концовки по благор ну я пас мата сейвы перекидывал через флешку и все посмотрел все концовки благор не то есть проходишь сейв кидаешь на флешку старый удаляешь новую перекидываешь назад и смотришь еще раз все и дают концовки все на основную концовку мы на стриме прошли секретную которую прочь как-то так получилось сегодня dark souls вечером будет 3 да где у нас спальное место на строго надо такой такой я там как дела прошел платборд андельси так я хочу выложить здесь на самом деле вот эти патроны что они весят ее перный театр 3 килограмма почти кое-что можно продать да даже не кое-что все можно продать вот только выложим вот это пока сколько арты весит но 50 полтора килограмма весят арты серьезно что вы серьезно так но по сюжетному нам задание вроде бы вот этот арарт нужен да а я уже не помню серпантин а я не помню точно какой артом ладно давайте арта я не буду выкладывать потому что фиг его знает так короче патроны с патронами прям совсем печально эти пока выложим это продадим лоха 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 так держи совсем слона у нашу даже сто четыре тысячи ну блин неплохо водка 060 весит тоже дофига блин все равно 42 и 2 что-то блин мне на самом деле куча вот этого хлама его бы все равно на продавать так как к пакашки 010 как бы это немного один таблетки 05 она так где тут у нас вместо койка поспать мне сказали кстати здесь больше нельзя появляться а чё-то место открытое ничего не происходит кто тут стреляет так где поспать то можно так у лукаша еще задание блин можно же было спать лёг игра где где вместо для сна а вот так до полу начинаете ты заглядывай тут весело было более не пугай ё-моё заглядывать а потом метка не пропала не пропала идешь что скажешь брат самое главное чтобы нас опять там не нагнули не нагрели так тут уберем грозу могут еще нагрянуть откуда вас тут много тут так появилась чуваки спокойно ждем врага да но это принципе не такое большое нападение я не помню в каком моде в одном из модов есть такая тема где здесь так нападают жестко ты просто офигеваешь просто фигура здесь такая жесть происходит блин тут надо реально брать тот вот пулемет который автомат там их сотнями сотни там тысячи прям так такое мясо прям вообще жесть я не очень одобряю такие моменты потому что всегда к этим моментам приходишь без патронов с пистолетиком и те дают такой квест но там даете патронов совсем чуть-чуть и фиг ты там чё у тебя так он сказал иди нормально как обычным прогулочным шагом мы идем ладно а мы идем одинокий такой stalker сейчас типа кто-то нас должен захватить или я не знаю кто так надеюсь пацаны там уже на готове а по здорово мужики жгут одиночка ветеран бои что твой путь перерывется здесь сначала мы убьем тебя затем заберем все что тебе принадлежит надеюсь что ты припас достаточного количества денег и снаряги предыдущие сталкеры были довольно бедны но сейчас мы тебя пощупаем ты уверен братлен вы серьезно вы серьезно подождите а как я даже или может надо стрелять до этого момента где моя братва где тут можешь меня специально это подставили свободовцы тут убить хотели я не знаю я тебе помогу так еще 12 искать тела напавших а слушайте а этих то пацанов то моих которые на охране где так это кстати можно продать это нафиг заберем верим возвращаться назад так тоже можно продать а вот он кпк шишка наш так а пдаш гута кпк одного из грабителей напавших на меня на армии склада последнее сообщение от свобода джека пацаны выдвигайтесь на точку я вам подослал очередного лоха а вот так вот да то есть джек нас подставил я вам подослал очередного лоха значит да сделайте все быстро и чисто как и раньше потом созвонимся и поделим товар ну джек ну ты сучка корявая ночные грабители вернутся в бар свобода судя по переписке грабители которые напали на меня ночью на дороге бару подослал их именно свободы джек который под предлогом заманил меня в западню надо снова нагрянуть в бар свободы попытаться туда разыскать этого сталкера ах ты крыса ты красенок ладно не но я так и не понял прикол то есть когда я с ними стал разговаривать они меня типа хролобысим наклобучили типа что не раньше таки мне задание нравится хоть повоевать там туда-сюда плюс игра перестала вылетать зависать после того как такие в общем каким манипуляциям проделали ну и я надеюсь что это в дальнейшем поможет мы просто поменяли на директ x10 то есть было директ x9 улучшенное осуществление сейчас освещение директ x10 просто ползунок ну то есть в опциях короче вот так вот поставили и настройки скинули с максимального ползунка на высокие ну и в общем все хорошо но примеру взять старые моды да очень который там для 10 назад там даже хоть ты меня и хоть не меняйте по звуки там оси вылетает нам и это не помогает даже но пока на данный момент этот вот все стабильно все все радует так узнать устал первых что случилось где джек да хочу случилось да уж что же делается то что случилось да вот джек понесся куда-то совсем недавно врезался в нашу патрульного подскользнулся и упал с моста прямо головой в пол серьезно это видимо из-за того что его бригаде ограбить меня не удалось о чем ты говоришь он заманил меня западню где меня пытались ограбить три бандита потеряем предмет подожгута так это он был причастен к этому часть участившимся убийством сталкеров ну и поделом ему тогда падла собаки собачья смерть надо бы утащить его оттуда чтобы не изгнил ладно удачи те сталкеры смотри в оба кстати я только что немного изучил куда который ты взял у грабитель тут сказано что свою часть джек хранил прямо на нашей базе ну и ну я тебе кидаю координаты этого места бери все что вздумается мертвым сталкером это уже не вернуть так пускай будет чьих-то более добрых руках благодарю за информацию пускать про виан джека здесь же недалеко да вот сученыш вот так тебе падла по собачьей жить по собачьей вы на сдох короче запнулся да уже чё наш хотелось бы конечно мне его самого приструнить но плана свободовцы одобряют нас уважают это уже более-менее как бы так нормально так но я все равно задолговцев очень не говорил так это продать нельзя ничего именового здесь нет так ну пойдемте что посмотрим что там у сталкеров хранилось если дадут эту винтовку мощную как бы но автомат это будет круто это прям вообще круто будет единственное что вот я здесь запалился по поводу долговцы как бы ну тоже вот такое себе а вот он что-то припрятал да здание выполнено спасибо до прицела так это у нас что-то прикольное так разбираемся разбираться так что за пушечка что-то новенькое блин у нее патроны вот те вот как бы у меня таких патронов нету так но это скар обычный как бы боевая штурмовая винтовка для сил специальных операций оружейная система разработана американские подразделения да неплохой не урон и точность 30 под ну хотя да нафиг она мне надо как бы блин у хотелось бы чем поинтереснее конечно она продаем так все окей давайте спим до утра к лукашу и дальше там идем но зараза с ученыша подставил г хочу ты я сразу как-то и не догадался да как-то расстелил прямо красиво до полночь мне молодец молодец кстати у нее подствольный гранатомет можно нацебить глушитель нато можно есть а есть патронами чечена 20 патронов и и и и прицела такой какой какой ну нет но она прям даже хуже моей по урону да не не буду я стрелять на я просто думал маши и похоронить подходи брат у меня как в греции все есть а потом думаю зачем она мне стоит неплохо на нам 2000 села на продаем вот это неплохая была вылазка комбинезон на 8000 вообще отлично даже на 10 а нет на 8 10 на 112 так всегда вот кстати эти глушители стоили дорого это нормально все эти нафиг так сто пятнадцать уже так это все нафиг гранаты даже пока не нужны так вот это вот это еще один бушитель так нормально все эти нафиг так снова зона загудела но я чуть-чуть дочу так часто то были я поспать не успел я буду покидала этого покину так выложим пока аптечки я думаю а пока идет выброс спать нельзя интересно так а в в в в в в в в а можно да отлично вы рассказывая ведь внимание но были ну туманище блин в общем выкладывай но все же получше чем но были мне хотелось на такую погоду так надеюсь тут мы с хрончик это не облутали пока я спал я нормально так ну ладно что остается у нас тут кровососы да диодор дал задание но помимо этого еще надо с лукашом перетереть он там задание какое-то дает что скажешь брат так какие у тебя есть дела у нас группировки завелась крыса крыса какая-то до сливает инфу каким-то другим крысам надо проследить за ними убить его его сообщником хорошо я помогу замечательного и данного он должен быть где-то на севернее нашей базы проследить за ним на раньше времени не убивай не подходи к нему чересчур близко чтобы он тебя не засек как только он придет своим сообщником всех убей как собак проследовать за степаном понятно так и гроза хорошие дороже помогло блин ну конечно туман еще такой кстати какой туман первый раз у нас нифига конечно не видно но я думаю ненадолго надеюсь по крайне так бежим прямой короче по дороге налево левее то есть так но перед этим надо не забывать делать вот такие вещи так подходим да эти вот задания на самом деле для прохождения как бы основного сюжета не обязательно да но не были но они интересны то есть в принципе как и в любой рфг шишки так следить за степаном самого степана не вижу здесь нифига у нас еще бандюки эти е-мое дальше ушел что-ли а он уходит даже прям бежит да-да-да он прям бежит 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 так убить на дьемников и стукача хочу типа не все к нам красный что ли да нет вроде желтые так быстро вот это заберем по пути где застрял я застрял между камнями и 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 хитро, хитро, куда дели в камнях, да? а, о у кого еще патроны, блин? где снайперки, патроны? так, ладно, понятно так, ну что, Степан? Степаныч а, сагрились все-таки а этот убежал скрылся, падла неплохо я, вы знаете, о чем задумался? а если к этому к этим наемникам подойти до ну просто, наверное, ничего бы не было просто были бы, наверное, разговоры с ними в этот виде, с ними по-любому воевать без вариантов а Степан уходит так, стопэ, а если попробовать его как-нибудь так, стоп он убегает, а как? может попробовать его издалека шмальнуть? блин, конечно, был бы винторез, да, но с такой пухи что-то я не уверен а, во, убил убил, 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 убил блин, по-моему, так сильно да, убил, поможет убил Патронов не хватило. Так, но метка еще не обновилась, значит кто-то есть еще. Да, это наэмиды. Да, Степан-то вот. Надеюсь я могу в другую локацию перейти. Так, а почему не меняется метка? Убить наемников, стукача, я же всех удел. Да, Степан. Да, Степан. Да, Степан. Вот так вот. Ага, тайник в сейфе как-то так. Всё, задание обновлено, вернуться к Лужкашу. Это Лукаш какой, да? Стукач убит, теперь следует оповестить лидера свободовцев об успешном выполнении задания. На Агропроме труба, на Агропроме там тоже немало тайников. Так. Вон там три. А, это не будет. Это не будет. Что так будет? Всё равно идем назад продавать. Единственное, в модах мне не всегда нравится убивать даже, ну, кого-то из злых группировок, потому что... Ну, то есть, почему? Потому что, к сожалению, появятся со временем мутанты, спокойно могут разгуливать, потому что пока они стоят, мутанты здесь просто так гулять не могут спокойно. И всё в таком духе. О, здесь у нас детектор медведь, но как бы нам он незачем, если на продажу. Вот, это как бы с одной стороны минус. Но с другой стороны... Как бы и плюс. Так, ещё двое здесь было. Вон там сколько. Опять барахла на полосе. Опять барахла на полосе. Опять барахла на полосе. Вот нам ещё реманс нужно будет вернуться в самое начало игры, но там... В общем, там, короче, после того, как мы убили наёмников, там кровососы потом будут прям слорадствовать, как пишут. Так, всё, да? Вроде да. Да. Так, ну что, удалось и Степана замочить этих всех, да? Плохо. Но теперь здесь... А, вот это вообще... Но теперь здесь, скорее всего, появятся какие-то грены. Непонятно. Так, тут вот нам ещё надо перетереть с этими, какого? С бандосами. Блин, вес, конечно, у нас такой себе. Так, кровососы деревни осталось. Ну, вот это задание потом. Вот сюда вот нам надо. К бандинтам, да? Какую-то снайперскую винтовку там улучшил. Ну, блин, ладно, она сейчас скажет. Давай нам то принеси, всё сделай как бы там туда-сюда. Чики-брики в дамке, да. Ну, надо зайти посмотреть что-то. С таким весом-то я не побегаю. Ну, тут и неплохо, кстати. По продаже тысячи на 4-5. Хотя, я думаю, уже на продаже... Насчёт продаж можно вообще не заморачиваться. У нас денег уже пипец. 116 тысяч. Я, как обычно, миллион-два накоплю. А для чего? И пройду игру, да? И по итогу и деньги не потрачу. Можно уже комбинезон даже зак... А, нет, 150 стоит у нас. А, 116 пока. Ну, вот. На заре бы, да, можно было бы замахнуться. Почему нет? Вот. Так, здорово, бандюки. Я нахал, я эту зону. Я в город хочу. Горь, мне сейчас не дотерок. Не дотерок. Понятно, что-то как-то с нами тут особо беседовать-то никто не хочет, да? Отвалили на натуре. Так, здорово, бандиты. Э, ты что здесь делаешь? Отваливай быстрее, пока ноги целы. Это кабан. Мы к главному пришли. Чё надо? Я к вашему бугру насчет оружия. Хорошо, проходи. Понял, да. А если подветил, я здесь гуляю. Ой, нифига они здесь. Так, кореш, мне сейчас не дотерок. Благо, хотя бы здесь не сделали вот эти радио мощные и прочее. Слушай, иди с другими, тряпись. Я пас. А, так у них тут сталкер, что ли? Я... Смотки, походу... Есть басардалка. Нет полина. Так. Мамал я эту зону. Город хочу. Чё надо? Так, я по поводу улучшенной винтовки. А на днях упомянутый товар к нам заехал. Хочешь приобрести? Я хотел бы получить её обратно. Значит, купить. Я не жидомор. Прошу за неё всего 15 тысяч, а она твоя. А ты подумай, хорошо подумай. Я ведь рядом стою, ствол у меня под рукой. Вот скажи, зачем трупу так много? Спокуха, брат. Спокуха. Я это... Я просто дуру дал. Ну с кем не бывает. Давай по нормальным расход решим. Да зачем мне эта винтовка? Забирай её так. Она твоя. А, так отдал, да? Лучше придаться своего долга. Создание обновлено. Лучше отдать своего долга. Давай, бывай. Ах ты падла. Хотел меня на 15 тысяч развести, да? Чё надо? Да ничего. Но, скорее всего, это нам может аукнуться со временем, да? Так. Потерянная винтовка найдена. Теперь стоит отнести её к владельцу. Так, ну тут вот у нас ещё здесь по поиску винтовки. И к лукашу. Так, что за винтовка-то? Вот пройдёт ещё чуть-чуть. Из своего долговца с написком долга, который принадлежал в медленном долговцу из бара. Ладно, окей. А там уже только так свою бригаду сколочу. Бугром заделаюсь. Сам командовать буду. Всё, счастливо. Ну, смотрите, наехали. Без проблем такой, да? Ну, блин. Это может, к сожалению, сказаться. Знаете чем? Бандиты теперь на нас могут агриться. Ведь не про... Ну, я вот на самом деле даже я не хочу гуглить. Но раз так, то оставим так. Я помню, да, в каком-то из модов я попытался наехать на бандитов, сказать, типа, там угры... Ну, на меня сразу напали, убивать. А здесь, смотрите-ка, всё-таки игра даёт выбор. Но этот выбор может нести последствия. Какие-либо... Блин, всё равно с тяжёлым весом долго бегать не да... У-у-у-у-у-у... Понятно... Ну, это не побегают. У-у-у-у-у... Не, не, не побегают. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у... ой а чё ты такой воинственный рассказывая весь внимание хитрожопой подходи брат у меня как в греции все есть все есть так все есть давай принимай так что еще тебе отдать а все-таки вот от пистана давите чуть чуть больше двух единиц и поломано все до свидания торговцы бы даже разговаривать а пистолет это копейки стоят пипец прям вообще копейки водку я думаю я так просто выложу я пока не буду продавать это мало ли опять какое-то задание у нас появится это тоже немного ну блин обидно подробно шут у него есть хороший до 14000 протекто какой-то хороший дробовик пользоваться я им не буду ты заглядывай тут весело бывает глянем заглянем так это выкладываем пистолет мы выкинем попозже на давайте сразу водку выкинем далее короче так кровососом пойдем ну да пойдем кровососом по-любому аптечки мне понадобится стопу до аптечки бинты насчет еды пока тоже можно выложить 45 до весу пойдет так вот квестовый предмет блин ну квеста предмета лучше наверное свинтаря не выкладывает мало ли что-то пойдет не так так мы пойдемте задание лукашу сдадим ладно не суетите чего бы пашки я убил стукача мои поздравления с наемниками все-таки возился так я и думал вот возьми от всего сердца да я вроде бы доводился больше с этим так полученные деньги 2000 всего дал серьезно а кристальную колючку дал предмет задание выполнено спасибо радиация минус 6 кстати а тут у нас еще радиация минус 2 но максимальный вес плюс 5 до тебя погодите а зачем мне максимальный вес 75 хотят они по-хорошему они нас убивают и мы их убивать будем чтоб дошло у меня же было 50 65 что мне дает вес вен белая ночь а кстати точно я же про пвн куда совсем забываю ночью можно бегать фонарик не нужен хорошая тема кстати да так все лукаш бывает да с ним все так ну что дальше 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 короче далее тут еще сюжетная тема это потом были но не хочется мне сейчас на янтарь возвращаться здесь надо с кровососами дела доделать найти оружие найти то у короче убить всех до найти пропавший ствол какой то еще один потом вернуться все сдать назад и короче а дальше уже будет видно ладно ребят давайте это мы сделаем тогда уже на следующем стриме я думаю сегодня сколько время уже 5 часов уже стрим идет а я планировал часа три до передохнуть блин stalker то игра где сел и прямо бежит 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 время так все сохраняем сегодня у нас к сожалению одна подписка всего но уже как бы неплохо так но по стримусь на сегодня вообще не не вообще как бы не все то есть продолжим увидимся но чуть попозже так время у меня сейчас доходит час дня в часа в 45 я вернусь dark souls сегодня вечером у нас будет 3 продолжим прохождение на уже достаточно там немало так на проходили но оставили в стороне поэтому обязательно продору все всех благодарю кто заглянул давайте хорошего дня удачного воскресенья аккуратнее там берегите себя но и приходите на стримы включать уведомления ну конечно про дискорд не забывайте скоро увидимся продолжим с вами был андрей пока пока продолжим субтитры сделал DimaTorzok